И сразу хочу сказать, что тема, в которую мы с вами на эти три часа заходим, на самом деле тема годового курса для вуза, как минимум, для специалистов. Поэтому мы, конечно, попытаемся с вами кратко объять необъятное, по возможности расставить какие-то основные акценты, возможно и абсолютно точно даже появится некоторая фрагментарность, но в принципе это и хорошо, потому что, во-первых, это позволит нам переключаться, во-вторых, у каждого из вас в таком случае повысятся шансы найти что-то полезное для себя и нужное только вам. Ну и, конечно, наша задача в данном случае не ломать, ждать какую-то готовую программу, построить то, что может вам предложить социология в вашу исследовательскую практику, если такова и есть, ну или, по крайней мере, научить вас как-то лучше понимать те исследования, которые вы заказываете или которые вам предлагаются. Я буду давать некоторые отсылки на источники, в конце предложу небольшой список литературы, также я доступна в социальных сетях и по электронной почте, в презентации будет указан адрес, поэтому вполне возможно, что для нас это с вами лишь начало нашего сотрудничества. Я посмотрела на список тех людей, кто будет присутствовать, и мне очень приятно выступать перед такой разноплановой и профессиональной аудиторией, обнаружить в ней коллег, обнаружить в ней НКО, с которыми вы в том числе сотрудничали. И также я постараюсь оставить время в конце на вопросы, которые можно будет задавать на любую тему, которую мы с вами сегодня будем обсуждать, применительно к вашей исследовательской практике или вашей организации. И пишите в чат вопросы, в любом случае я их вижу, и будут по мере нашего с вами разговора на эти вопросы отвечать, если мы посмотрим, какие будут вопросы. И я также постаралась свое повествование, постараюсь максимально связать именно с НКО, с их потребностями, с особенностями работы НКО и так далее. Так, я забыла, что мне нужно поставить презентацию, сейчас я ее включу. Я подготовила небольшую презентацию, она будет не очень красивая. Она загрузилась? Загрузилась, отлично. И анонсирую, о чем я сегодня хочу вам рассказать. Значит, мы с вами сегодня поговорим немножечко о том, что такое социальные исследования и вообще, как они относятся с социологическими исследованиями. Есть ли разница между двумя этими понятиями, ну и в целом вообще, что такое социальная проблема, как к ней можно подходить. Ну и потом мы, конечно, перейдем к самой цели наших с вами сегодняшних разговоров. Это что такое метод исследования, какие бывают методы, какие есть классификации методов, ну и, соответственно, как этот метод выбрать и что с ним вообще дальше делать. Ну, давайте тогда потихонечку начнем. Единственное, что я теперь не вижу чата, потому что загружена презентация. Ну, я тогда буду делать какие-то промежуточные, наверное, остановки, чтобы мы могли с вами сверить часы, как говорится. Ну, поехали. Значит, если говорить в целом про социологическое исследование, а я сегодня перед вами выступаю как социолог, как социальный исследователь в том числе, надо понимать, что социологическое исследование основано на сборе и анализе эмпирических данных. Но при этом любые данные, любые сведения, любая информация нам не подходит. Чтобы говорить о научном подходе, это должны быть данные, собранные с соблюдением определенных правил, определенных процедур. Вот в социально-гуманитарном познании за это отвечает такая наука, наверняка известная вам, как методология. Методологию можно определять по-разному, широко и более узко. Это вообще в целом учение о научном методе познания, или же это совокупность методов, которые применяются в какой-либо области человеческой деятельности. Ну, то есть, грубо говоря, это такая система всеобщих принципов познания. Методологии существуют разные, существует общенаучная методология. Но надо понимать, что за последние сто и даже более лет количество методов познания сильно увеличилось. И появились отдельные специализированные, скажем так, частно-научные методологии. И мы с вами сегодня будем как раз-таки говорить о методологии социологического исследования и ее применимости в социальных исследованиях. Есть разные классификации видов социологического исследования по разным основаниям. Можно классифицировать по используемым методам сбора данных, можно по цикличности, там будет лонгитюд, например, или панельное исследование. Можно по предмету исследования, можно по методам анализа. Мы будем с вами сегодня рассматривать такие две основные классификации. И теперь, когда мы немножечко определились с тем, что такое социологическое исследование, давайте поговорим о том, что такое социальное исследование. Что же это такое? И очень простое определение, понятное определение, что это исследование в социальной сфере. Надо понимать, что социальное исследование, оно не всегда социологическое. И более того, даже если в нем используется социологическая методология, то социальное исследование не всегда проводится с соблюдением принципов этой методологии, да, и не всегда проводится командами профессиональных социологов. Социальные исследования могут быть разными, социально-экономическими, психологическими, политическими, культурными, но самое главное для социального исследования, это что в центре него стоит какая-то социальная проблема. И я сегодня говорю, и мы с вами сегодня будем говорить именно про прикладные социологические исследования в социальной сфере. Я иногда буду говорить просто о социальных исследованиях для экономии времени, но надо понимать, что я имею в виду сегодня именно социальные исследования, которые прикладные и социологические. Ну, то есть это такие исследования, которые направлены на анализ, на изучение, на понимание, ну и в идеале, конечно, на решение или там предложение каких-то разных вариантов решения, какой-то социальной проблемы при помощи социологических методов. Чаще всего такие методы, конечно, опросные. И я хочу вам привести… Вот, я вижу тут чат, сейчас я посмотрю, секундочку. Чат, а можно как-то мне его параллельно сделать? А, все, вижу, это не ко мне. Я теперь нашла чат, все, теперь чат я вижу. Отлично. Значит, я хочу вам привести одно такое определение, которое дал социолог и методолог социологических исследований Геннадий Семенович Батыгин. Он определил такого рода исследования, где используются опросные методы, как социальные обследования. Социальные обследования ставят своей преимущественной целью как можно более полное описание социальных групп, образцов культуры или политических настроений и тому прочее. Ну, конечно, надо понимать, что такие исследования – это не явление сегодняшнего дня и совсем не новое явление. И тут есть такая небольшая предыстория. Одно из таких первых, ставших классическим социальных обследований, было проведено в конце XIX века британским предпринимателем Чарльзом Бутом. Он позже стал президентом Королевского статистического общества. Ну, в целом, Чарльз Бут – это исследователь бедности. Им, кстати, было введено понятие «черта бедности», которую мы активно используем и по сей день. Так вот, Бут задался вопросом о том, каковы условия жизни в Лондоне и как на эти условия и в целом на жизнь влияет величина дохода. Три года он собирал эмпирические данные, проводил интервью с жителями города, а потом, в зависимости от уровня дохода, раскрасил районы, кварталы Лондона в разные цвета. Тем самым он, конечно, заложил основы для техники картографирования в социальных исследованиях. Но нужно вообще отдать ему огромную честь, что его исследование было опубликовано и занималось 17 томов. То есть вы представляете себе, какое огромное вообще это было исследование. Он в отчет по этому исследованию вошли 1800 интервью с жителями. И в целом вот это вот уникальное исследование, описанное в этих 17 томах, которое называется «Жизнь и труд населения Лондона», во многом заложили тренды социальных обследований начала 20 века. Вот я вам здесь приведу сейчас картиночку. Это вот на самом деле можно найти. Там есть полная интерактивная карта, есть до сих пор сайт. Бут ЛСЕ, если кому-то надо будет, я могу потом передать. Можно прям посмотреть интерактивную карту. У него прям до сих пор даже есть свой сайт, хотя прошло уже, смотрите, сколько времени. Вот, значит, и мы понимаем, что такого рода фундаментальное исследование очень затратно. Затратно как по времени, ну и по другим ресурсам. И не каждый человек, и не каждая исследовательская команда может себе такое позволить. Поэтому уже где-то в начале 20-х годов вместе с математиками стали проводиться социальные обследования на основе уже выборочного метода. Ну, понятно, было мало средств, решили какие-то домохозяйства из списка отобрать, и вот таким вот образом появились первые выборочные исследования. Параллельно в это же время в Соединенных Штатах Америки проводились схожие с Бутом исследования по социальному портретированию и выявлению социальных проблем. Также развивается Чикагская школа, во главе которой стоял Роберт Эзер Парк. Я думаю, должен быть вам известен. Наиболее активный период этой школы как раз-таки приходится на 20-е годы. И большая часть исследований, которые были проведены в рамках Чикагской школы, как раз-таки были посвящены социальным проблемам. Расизму, бедности, миграции, геттоизации, преступности и так далее. Чикагцы активно использовали в своих исследованиях метод неструктурированного интервью, которое ложилось в основу кейс-стадии или исследования случая. И вот именно тогда зафиксировалось разделение на интервью, как неструктурированное интервью небольшого числа людей, и вопросник или questionnaire, такую анкету для статистического анализа в массовом опросе. Мы, конечно, с вами сейчас не будем говорить про репрезентативность, это не наша с вами совершенно тема, но вот тем не менее. Ну, теперь кратко расскажу про 20-е годы, про статистику. Кстати, в 20-е годы уже в США, кроме этого, были разработаны и очень стали быстро популярными количественные стандартизированные опросы. Значит, немножко про статистику. Ну, понятно, что простейшие формы массовых опросов, первые статистики, первые переписи были с момента становления государства. Например, само слово «ценз» пришло к нам из Древнего Рима, где цензоры — это люди, которые осуществляли учет населения, они фиксировали имя, возраст членов семьи и имущество, которое было в этой семье. И, конечно, мы не говорим, что фиксировали всех, понятно, что фиксировали мужчины или домохозяйства, но и так далее. Но в целом, в середине, ну, второй половине XIX века уже появилась научная социальная статистика, и одним из основоположников ее является Адольф Кетли. Это математик, метеоролог из Бельгии, и он первым решил применить точный статистический метод к изучению явлений общества, к поиску закономерностей при помощи как раз-таки статистического наблюдения. При его содействии уже в 1834 году была создана государственная система по сбору информации о населении «Лондонское статистическое общество». Вот как раз-таки позже она была переименована в «Королевское статистическое общество», президентом которого стал Бут, про которого мы чуть раньше с вами разговаривали. И уже первое, ну, конечно, общество было организовано, но это не значит, что оно начало свою работу с первого дня для проведения переписи. Первая полноценная перепись была проведена только или уже в 1851 году, и в этой переписи уже фиксировался возраст, пол, место рождения, профессия, а также они добавили еще данные о слепоте и глухоте, то есть даже какие-то близкие к нам вещи, связанные с ограничениями здоровья. В целом, в течение XIX века наука-статистика оформилась как наука, создавались бюро статистики, статистические общества в разных странах. Кстати, если кому интересно про становление статистики в Российской империи, то на сайте Росстата, я думаю, легко можно найти этот сайт, вы сможете прочитать про хронологию, как создавалось статистическое отделение при Министерстве полиции аж в 1811 году, ну и так далее, вплоть до сегодняшних дней. Итак, в начале XX века статистические наблюдения в основном велись при помощи письменного опроса, то, что мы сегодня чаще всего называем почтовым опросом. Кроме того, кстати, еще были формуляры для заполнения, то, что можно назвать там раздаточным анкетированием, ну и также, естественно, был вариант устного опроса и заполнение формуляром при помощи счетчика. Счетчик — это человек, который проводит вот этот вот разной стати формуляры. В нашей стране, в Российской империи на то время, при невысокой грамотности населения, вот это вот заполнение формуляра при помощи счетчиков было основной формой. Кстати, психологи, опять же, к этому времени уже активно пользовались теми же формулярами. Теперь я хочу вам привести один из ярких примеров использования социальной статистики для принятия важных решений. Сейчас речь пойдет про Флоренс Найтингейл, леди со светильником, ее так назвали раненые военные, которые лежали в госпиталях, потому что она была единственной женщиной, которая разрешалась приходить к ним в вечернее время, и она ходила, естественно, со светильником, и вот, значит, ей дали такое прозвище, не прозвище, точнее, ее так и называли. Теперь это национальная героиня Британии, и, если я не ошибаюсь, она входит в список ста самых великих людей этой страны. Так вот, что мы про нее можем рассказать в данном случае? Она родилась в богато-аристократической семье в Великобритании, и, естественно, с детства получила прекрасное образование, владела большим количеством языков, и, поскольку в то время активно шла социальная жизнь, они ходили на разные званные обеды, она была знакома с очень многими ведущими учеными того времени. Она была прекрасно образована и сильно увлекалась статистикой. Ну, сначала ее семья была против того, чтобы она занималась помощью медицинской, была медицинской сестрой, потому что в то время эта специализация была не самой уважаемой, но, тем не менее, она смогла перебороть мнение семьи и пошла обучаться на медицинскую сестру, и после этого возглавила одну небольшую частную лондонскую клинику, и стала популярна. И вот во время Крымской войны по приглашению своего друга, ну и по совместительству военного министра, она была приглашена и прибыла со своими помощницами в госпитале в Крым, где находились солдаты Великобритании. При этом даже был осуществлен сбор средств с населения, которые ее туда отправили. Здесь еще важный момент, что это была не очень социально давленная ситуация в Великобритании, отношение к Крымской войне и потерям солдат было достаточно негативно, и вот считалось, что если мы отправим туда Флоренс, то это как-то может загладить эту обстановку. Флоренс туда приехала и обнаружила полный бедлам, который там происходит, отсутствие элементарных, санитарных каких бы то ни было приспособлений, разруха и прочее. Ну вот она, значит, потратила большое количество денег на то, чтобы все вот это вот привести в порядок, и при этом параллельно с этим стала собирать статистику по заболеваемости и смертности солдат. И что она обнаружила? И она обнаружила, что 60% солдат, в основном это возраст от 25 до 35 лет, умирали от тифы и холеры. И она продемонстрировала это вот на полярном графике, который я вам привела на слайде. Таких показателей смертности даже не было во времена чумы в Великобритании. То есть этот график показывает, мы не будем сейчас его критиковать, исходя из современных представлений о визуализации данных. Этот график показывает количество излишних потерь британской армии. В нем зеленом мы видим смерть от болезней, которую, в принципе, можно было бы избежать, если бы санитарные нормы были соблюдены, красный смерть от ранений, черный смерть от других причин. И она при помощи этого графика смогла убедить в необходимости проведения санитарных реформ. Основная претензия к данному графику — это пропорциональность клиниев, потому что здесь может быть излишняя драматизация ситуации, но в той ситуации, как вы понимаете, это было-то и хорошо. В итоге британская армия начала проводить санитарные реформы, и через 10 лет таких реформ смертность снизилась на 75%. Ну, Флоренс Найтингелл, конечно, стала национальной героиней, профессия санитара медицинской сестры стала почетной и уважаемой, а саму Флоренс избрали в Королевское статистическое общество, она там была первой женщиной, что по тем временам, как вы понимаете, тоже было большим достижением. Вот из такого небольшого исторического какого-то интересного обзора у меня сейчас все, и я предлагаю нам перейти, если вопросов сейчас нет, на конкретно наше прикладное социологическое исследование и на выбор метода. Вы уже на прошлом семинаре об этом поговорили, и прекрасно вам об этом рассказал мой коллега Владимир Звановский, что программа социологического исследования делится на две большие части. Это часть методологическая, которая заключается в проблеме, целях и задачах, предмете, объекте, операционализации и выдвижения гипотез, основных и дополнительных. И вторая часть, в которой мы с вами сегодня как раз-таки будем обсуждать, это часть процедурная. В процедурной части, конечно, тоже можно выделить две части, мы вообще любим, как выясняется, выделять части. Есть методическая часть, есть организационная. Но, по сути, это все, что связано с методом сбора данных и выборка инструментария организации полевых работ. Прежде чем мы перейдем с вами к процедурной части, нам необходимо остановиться на части методологической с конкретными примерами. И я это буду делать намеренно, поскольку именно методологическая часть, наша проблема социальная и объект, который мы решили исследовать, во многом определяют методы исследования. Значит, что такое социальная проблема? Ну, конечно, по социальной проблеме изначально, в начале 19 века имелась в виду нищета исследования бедности, поэтому были одними из первых таких исследований. Ну, кроме этого, была, конечно, еще проституция, преступность в качестве социальных проблем, неграмотность, бездомность. Ну, конечно, основная проблема с бедностью. Мы понимаем, что, кстати, вот та же наука-демография, например, получила свое начало именно как количественное изучение бедности. Конечно, социальные проблемы часто имеют глобальный масштаб. Ну, возьмем ту же бедность. Кстати, опять же, сделаю оговорку. Недавно Нобелевскую премию по экономике дали как раз-таки за исследование бедности и за экспериментальный подход в увеличении бедности. Кто не знает, тоже я вам рекомендую для общего образования это посмотреть. Интересное очень исследование. Так вот, бедность или неравенство, очевидно, являются проблемами не просто социальными, а проблемами социитальными. То есть это те проблемы, которые затрагивают все общество в целом. И это вопросы, конечно же, экономической и общественно-политической сверхгосударства. НКО крайне редко может позволить себе решать проблемы такого масштаба. Ну, есть, конечно, более узкие проблемы. Например, какие-то проблемы, свойственные малой группе лиц. И вот как раз такие проблемы, такие социальные проблемы очень часто становятся основой для НКО. Итак, давайте пойдем по примерам. Вот у нас с вами есть некая социальная проблема. Сразу надо понимать, что эта проблема именно социальная, она практическая. Это не должна быть проблема теоретическая, это не должна быть проблема научная. Это проблема именно практическая. И от постановки проблемы зависит наше содержание исследования. То есть мы хотим какую-то проблему с вами решить, и это обуславливает цель нашего исследования. Цель у нас с вами тоже прикладная. Например, возьмем такую социальную проблему, как эксклюзия пожилых. Мы хотим что сделать? Мы хотим найти ресурсы для инклюзии пожилых. Мы хотим найти те ресурсы, которые для пожилых могут быть доступны. То есть наша цель в данном случае может быть, например, выявление существующих барьеров для инклюзии. Или выявление возможностей для инклюзии. То есть мы можем пойти искать барьеры, можем пойти искать возможности. Можем пойти искать и барьеры, и возможности одновременно. Как мы будем искать? Ну, конечно, хороший вариант для нас с вами найти какие-то реальные работающие решения, какие-то реальные кейсы, какие-то практики. Конечно, у нас с вами может быть и теоретическая цель, например, разработать концепцию эксклюзии-инклюзии, построить теорию инклюзии-эксклюзии, то есть нарастить научное знание. Но чаще всего задача именно для НКО заключается в том, чтобы как-то подойти к проблеме, облегчить чью-то жизнь, предложить тем людям, которые могут принимать какие-то серьезные управленческие решения, варианты этих решений или продемонстрировать что-то. То есть, например, что мы можем хотеть? Мы можем хотеть разработать систему помощи семьям с пожилыми людьми. Мы можем хотеть разработать систему помощи самим пожилым людям, приложения для пожилых на телефоне, социальные сети для пожилых, курсы, разработать список рекомендаций для врача, подготовить список поправок для обсуждения, поправок в закон, который можно обсуждать. вообще привлечь к теме это внимание и создать какую-то общественную дискуссию. Цель у нас, конечно, это не то, что мы хотим просто исследовать эту группу людей или тип их взаимодействия. Цель — это куда мы хотим прийти и какой результат получить. Такая четкая, понятная цель. И дальше, уже исходя из цели, мы с вами формируем задачи. Тут все просто, это те шаги, которые мы будем делать, чтобы достичь поставленной цели, чтобы получить тот результат, который мы хотим получить. Каждую задачу мы должны будем решать, и для этого мы будем использовать какие бы то ни было виды работ исследовательских, и это определит наши с вами методы. Следующая задача, конечно, это определить предмет и объект исследования. И вот здесь я сразу скажу, что есть разница между прикладными и теоретическими исследованиями. Например, в теоретическом исследовании у нас есть предмет, какое-то изучаемое явление, ну, допустим, электоральное поведение. И объект, очевидно, это электорат. Мы его там описываем, да, каким-то образом, но это уже в следующем этапе. А для прикладного исследования объектом выступает группа, чью проблему мы пытаемся решить. То есть, по большому счету, мы объект определяем еще при постановке проблемы. Конечно, процедуры выделения работы с предметом и объектом, они одинаковые, но надо понимать, что здесь у нас с вами объект должен быть понятен сразу, куда мы идем, кого мы хотим, чью проблему мы хотим решить. Следующий шаг, естественно, очень понятный. Это мы проводим операционализацию, то есть мы договариваемся о терминологии, прорабатываем понятия, формулируем язык. Кто такие люди с ОВЗ? Что такое ОВЗ? А почему сегодня это ОВЗ, а раньше это как-то по-другому называлось? А почему не все знают, что это такое ОВЗ, да? Что такое семья с ребенком, у которого есть ОВЗ? Какие есть виды ОВЗ? Какое нам конкретно ОВЗ в нашем исследовании нужно? Кто такие пожилые? Кто такие вообще люди старшего возраста? Кто такие долгожители? И так далее. Что такое эксклюзия вообще, как термин, если мы ее начинаем сами исследовать? Очень важно здесь определиться с понятиями, чтобы мы четко знали, про что мы говорим и могли это объяснить, в том числе заказчику или в целом в средствах массовой информации или обществу, смотря куда мы будем эту информацию подавать, для кого мы делаем исследование. Следующий наш этап, это, конечно, разработка гипотез. Ну, откуда идет гипотеза? Мы наблюдаем какой-то феномен, объяснить его из имеющихся научных знаний мы не можем, и мы формируем какое-то базовое, обоснованное, новое предположение. На самом деле гипотеза – это основной инструмент методолога. Я думаю, что вы обсудили с Владимиром, какие должны быть признаки у гипотезы. Кратко скажу, что гипотеза должна быть доказуема, она должна быть непротиворечива, она должна быть конкретно, не обтекаема обо всем, а очень четко, и, конечно, она должна быть применяема. Ну, и что очень важно, иногда в студенческих работах приходится такое встречать, наша гипотеза должна относиться к нашему проекту. Не должна быть какая-то гипотеза вообще про жизнь и так далее. То есть, что еще очень важно, мы должны обладать на текущий момент необходимым набором методов и вообще организационных возможностей, чтобы гипотезу проверить. То есть мы не можем выбрать ту гипотезу, которую в текущем научном познании доказать невозможно. Ну, понятно, что гипотеза уже дальше формирует предварительную модель, в которой мы структуруем реальность, выбираем переменные, которые характеризуются определенными признаками. Ну, вот давайте мы с вами на этом остановимся и решим, что ура, круто, мы успешно прошли первые пять методологических ступеней нашей программы исследования. И вот тут мы переходим к нашей части с вами, к процедурной части прикладного исследования, процедурной части программы прикладного социологического исследования. Почему же она называется процедурной? Процедурной она называется потому, что включает в себя процедуры, которые нам нужно провести, то есть те действия, которые нам необходимо совершить. Ну, во-первых, конечно, это составление плана исследования, стратегического плана, формулирование стратегии исследовательской. В нем, естественно, должен быть тайминг. То есть все такое плана исследования. Это кто, когда, что и за сколько будет делать. Дальше у нас с вами идет выбор метода или методов, описание, почему мы выбираем конкретно этот метод, почему мы выбираем такую сочетаемость методов. Дальше у нас с вами идет построение и обоснование выборки и в конце уже выбор метода обработки полученных данных. Но, во-первых, здесь, конечно, нужно понимать, что мы рассматриваем такую некую идеальную ситуацию. Конечно, я думаю, вы со мной согласитесь, что правильно составленная смета зачастую важнее четко прописанных гипотез и всей методологической части вместе взятой. Я не говорю, что это правильно, но, тем не менее, это часто происходит на практике. Конечно, при прописании сметы все зависит от того, на чьи средства и при каких условиях будет проводиться исследование, может быть, грант или бюджетные деньги, какой-то прямой с кем-то договор. Ну и, конечно, очень важно здесь это сроки. План исследований должен быть прописан четко по срокам, потому что время зачастую тоже может определять метод, которым мы с вами будем пользоваться. Ну, важно, конечно, еще обозначить, кто проводит это исследование, кто является исполнителем. Вот немного о методической части. Мы определились с методом, но для его эффективной работы, конечно, этот метод должен быть правильно применен. То есть сам по себе метод, даже если он правильно подобран и традиционно используется для подтверждения гипотез в том проблемном поле, в которое вы заходите, еще не значит, что вы получите надежные данные. Для этого нужен, конечно же, хороший инструментарий. То есть метод — это основной способ сбора, обработки и анализа данных, такая некая формализованная процедура. Техника — это вот те приемы, которые мы используем при работе с методом, то есть как пользоваться методом. Ну и методика — это алгоритм действий и инструкций, такая совокупность технических приемов. Давайте на примере. Мы выбираем метод анкетного вопроса. Техника — это использование в формулировках вопросов, открытых и закрытых вопросов. Методика — это будет сама разработанная анкета инструментарий и те инструкции, которые мы будем давать интервьюеру. Ну и теперь давайте наконец-то уже поговорим про методы и про выбор метода. И здесь еще очень важно понимать, что при работе с методом в целом процедурной части мы измеряем объект, а не пытаемся на него воздействовать. Это тоже очень важно не забывать. Итак, что мы делаем? Мы вспоминаем нашу цель, смотрим на список задач, которые мы перед собой поставили, и держим перед глазами объект. Если все это не прописано и не конкретно вот эти пять первых методологических частей, то исследование наше будет распадаться, его сложно будет собрать воедино, результаты будут не ясны, не ясна будет применимость этих результатов. Но я сразу хочу вам сказать, не расстраивайтесь, не вы первые, не вы последние. Очень много проектов, к сожалению, проводятся именно таким образом, даже очень дорогих при этом. Но раз вы пришли сюда, я смею надеяться на то, что вам так работать не хочется. И в целом правильная работа с программой исследования очевидно конкурентное преимущество, ну и плюс осознание того, что вы все делаете правильно и корректно. Вспомним наш пример с эксклюзией пожилых. Давайте в качестве объекта возьмем долгожителей. Ну, сразу опернационализирую это понятие. Долгожители — это те люди, которые дожили до возраста 90 лет, то есть 90 лет и более. Там есть разные распределения по возрасту старших возрастов, есть люди пожилые, есть люди преклонного возраста, и вот есть топ у нас с вами, да, долгожители. Мы решим идти в эту категорию. Мы должны описать четко объект. Какие это долгожители? Это должны быть долгожители какого-то определенного, допустим, не знаю, географического объекта. Давайте пускай это будет Москва, долгожители Москвы. То есть это будут люди, мужчины и женщины в возрасте 90+, которые проживают на данный момент в Москве. Конечно, если мы с вами хотим, допустим, пойти к этому человеку с ним беседовать, но мы не можем с вами пойти к ментально несохранному человеку, конечно. То есть мы выбираем еще человека ментально сохранного, который может отвечать на вопросы, и также берем человека, который физически может отвечать на вопросы. Многие пожилые люди, и особенно долгожители, как вы понимаете, могут быть не особо физически сохранны, но если, допустим, брать большую часть заболеваний, то, допустим, рак гортани и отсутствие голосовых связок, ну, крайне редко у них, ну, по крайней мере, из моего эмпирического опыта, травм у нас никаких не было. Это реальные исследования, которые мы проводили. Ну, вот, соответственно, мы берем людей, мужчин и женщин в возрасте 18+, в возрасте 90+, которые живут в Москве. Нам не важно в данном случае, где эти люди родились, нам не важен состав их семьи. То есть мы для себя четко описали этот объект исследования. Конечно, у этого объекта есть сильное ограничение. Не всегда мы можем попасть к такому человеку, потому что, сами понимаете, да, это люди, во-первых, понять, где их найти еще, ну, и так далее. Вот. Но эти ограничения мы с вами будем описывать уже в выборке. Давайте попробуем составить гипотезы. Мы для себя предполагаем, что состояние здоровья этих людей влияет на инклюзию. Ну, объективным образом, что если у человека сломана шейка бедра, вряд ли он может спокойно, ежедневно совершать променаду вокруг своего дома и в целом выходить с квартиры. Эта гипотеза, конечно, подтвердилась, как вы понимаете. Мы формируем гипотезу следующую, что долгожители встречают некоторые барьеры для участия в полноценном жизни общества. Ну, тоже, да, эта гипотеза тоже отчасти подтвердилась. Мы для себя формируем гипотезу, что, например, количество социальных связей, ну, там не только количество, но и качество социальных связей, то есть там социальная сеть, с которой взаимодействует пожилой человек, долгожитель, влияет на инклюзию. Ну, тоже, естественно, подтвердилось. Если человек живет в семье, в семье у него есть друзья, и это одна история. Если у него есть только социальный работник, который приходит к нему там несколько раз в день, в неделю, или там столько сиделка, или сиделка социального работника, то, конечно, у него шансов на полноценное участие в жизни общества в разы снижаются. Мы формируем гипотезу, что без проводника, без человека, который поможет им, да, войти в жизнь общества, им сложно самостоятельно адаптироваться. Вот такой кратенький срез гипотез. Ну, конечно, мы проводим операционализацию, понятно, да, что такое инклюзия, что такое долгожитель, что такое социальные связи, как мы их измеряем. И теперь вот мы приходим к такой задаче. Нам надо выбрать метод. Метод — это основной способ сбора, обработки, анализа данных. То есть такая процедура формализованная, которую мы используем для эмпирической проверки наших гипотез. Вот. И здесь у нас с вами методов огромное количество. Метод — это не что, а как. И есть, например, классическая цитата Фрэнсиса Бэкона, ну, кто помнит, это эмпирик, и для него истинное знание вытекает из опыта, что метод — это путь, это главное средство исследования, что даже хромой, идущий по дороге, обгонит нормального человека, который идет по бездорожью. И вот при выборе метода мы с вами понимаем в нашем социальном исследовании, что есть общенаучные методы, ну, например, метод моделирования или системный метод. Есть методы специальные. Ну, например, я вот такой вот там привела пример, здесь какая-то эндоскопия, медицинский метод специальный. Вряд ли мы будем его с вами использовать, да? Вот. Есть биографический метод. Опять же, методы также различаются в зависимости от сфер применения. Например, наблюдение или эксперимент существует и в, естественно, научной сфере познания, форме познания, и в гуманитарной форме познания. Но и наблюдение, эксперимент там различаются, проводятся несколько иначе. Специфика этого метода различна. И возьмем наш с вами метод, о котором мы с ним будем говорить, метод опроса. Метод опроса в целом общий для гуманитарных наук. И психологи им пользуются, и кто им только не пользуется. Но социологический опрос — это специальный метод. И попытаюсь вам дать первую классификацию методов сейчас. Значит, у нас с вами есть... Мне, Катя, поступил личный вопрос по поводу вопросов, которые можно применять в инструментарии. Я про это сегодня не планировала говорить, но если вам интересно, я про это могу много рассказать, про составление анкеты, про составление гайда для исследования, научилась про гайд. Так давайте вернемся к методам. Значит, вообще в социологии есть две базовые парадигмы. Это парадигма позитивистская, количественная и качественная, такая понимающая. И это привело к традиционному разделению методов на качественные и количественные. Я думаю, наверняка все из вас слышали, тем более, что мы к курсу анонсировали это дело. Мы не будем сейчас с вами вдаваться в вековой спор о методе, даже более чем в вековой. Как мы не будем перечислять методы каждой из парадигм. Ну, глобально, что мы считаем количественным методом? Это опрос там разного рода, это контент-анализ, качественные методы обычно это качественное интервью, оно бывает разным. Это наблюдение, это фокус-групповые исследования, это биографический метод, не знаю, дискурс-анализ документов, то есть если у нас контент-анализ в количественном, то здесь это будет дискурс-анализ, анализ-нарратива. Это разные проективные методики, это кейс-стадия. И, кстати, по соотношению методов в нашей стране, и Самара делала в то время подсчет, где-то 80% исследований в целом, которые проводятся, приходится, конечно, на количественные методы, ну, где-то 20, ну, меньше 20, проходит на исследования качественные. Особенно ярко это выражено в коммерческих исследованиях, в маркетинговых исследованиях. У них любимый метод качественных исследований, это, конечно, фокус-группа, которую они пытаются анализировать количественно, но мы не будем говорить про плохие примеры. И, кстати, социологи вообще обижаются на них, что они испортили метод фокус-групп, но это уже совсем другая тема. Давайте посмотрим на очевидное различие вот в этой ку-ку, как она называется, дилемме. Количественные методы направлены на получение информации о том, как распределяется какой-то признак, выраженный нами через переменную или набор переменных, в изучаемой совокупности. И здесь у нас данные с вами формализованы, мы используем шкалы, шкалы могут быть номинальные, интервальные, ранговые. Мы ищем какие-то корреляции, корреляции — это статистические значимые связи между переменными. Мы высчитываем коэффициенты, их тоже есть различные, различные количества, можно даже придумать какие-то новые. Мы проводим контент-анализ и так далее. Важно понимать, что статистический анализ довольно точен, ну, если он, конечно, сделан профессионалом, но сами данные могут быть собраны некорректно, неправильно, но это, конечно, повлияет на результаты. Ну, что важно еще сказать, что количественный анализ, конечно, не подходит для выявления каких-то глубинных представлений, каких-то особых качеств объекта, ценностей, представления о каком-либо специфичном явлении или изучения, например, каких-либо малых или труднодоступных групп. Для этого мы чаще, конечно, используем качественные методы, они называются иногда еще неформализованные методы или мягкие методы, то есть количественные методы более жесткие, ФГ — это фокус-группа, фокус-групповое исследование. Вопрос пришел. Для этого мы используем качественные методы, мягкие методы, и здесь у нас, конечно, другие методы анализа данных. Мы не считаем проценты в фокус-группе, например, у нас здесь меньше выборка, у нас есть определенные особенности при анализе, интерпретации данных, но надо понимать, что количественные и качественные данные дополняют друг друга, их можно чередовать. Это, кстати, повышает надежность результатов. Например, идеальный вариант проведения какого-то репрезентативного массового вопроса и серии глубинных интервью по каким-то углублениям в какие-то отдельные исследовательские тематики. Я хочу вам сказать, что, на мой взгляд, и не только на мой, вот это вот само деление на количественные и качественные методы, иногда даже противостояние, оно не всегда приближает нас к тому, к пониманию того, какой же метод из всего вот этого многообразия нам выбрать. Есть исследователи-качественники, которые предпочитают использовать качественный метод, есть исследователи-количественники. В принципе, в тусовке часто он там занимается одним, этот занимается другим, и понятно, кто в чем является специалистом. И часто эти люди, которые занимаются количественными и качественными исследованиями, противостоят друг другу. Но в сильных командах и в сильных компаниях, конечно, есть те и другие, есть целые отделы кача и квала, как они называются. Кача — это качественные исследования, квала — это количественные. И в организациях это вполне оправданно, потому что в реализации полевых работ есть своя профессиональная специфика. Вот. Эта война исследовательских парадигм, мы назовем ее так, в наше постпозитивистское время, переродилась в новое представление об исследованиях. И сегодня все больше и больше исследований реализуется в так называемом подходе «микс-метод-сресерч». Я вот его, видите, поставила между количественными и качественными методами. То есть что это такое? Это такая комбинированная методология. Кому интересно, у вышки есть интересная монография про это. Комбинированная методология, такой методологический плюрализм, если хотите, который открывает перед нами новые возможности. Ну, то есть, например, при количественном опросе мы расширяем количественные переменные какими-то качественными данными. Или, например, создаем целевую выборку для следующего этапа. И это именно интеграция методов, это именно исследовательская стратегия. Понятно, что это все вышло из треангуляции, когда методы проверяют друг друга, но вот в современном мире «микс-метод-сресерч» — это такая достаточно модная, интересная вещь. Там, понятное дело, что есть разные стратегии, в какой-то стратегию преобладает сбор качественных данных, и мы задаем таким образом вектор для количественного метода, помогаем, там, формулируем гипотезы. Ну, есть, когда у нас, допустим, опять же, мы формулируем с вами целевую выборку, да, для глубокого погружения в тему, вот, ну и так далее. То есть там есть разные классификации, можно это все дело посмотреть. У нас пока не очень сильно это прописано, называют по-разному, смешение методологий. Мне нравятся комбинированные опросы, в этом тоже есть ограничение терминов, но терминологически это пока еще не очень устоялось, поэтому я привела вам термин на английском, чтобы вы понимали, что это такое. Ну, еще, что хочу сказать, что помимо вот этого разделения на качественные и количественные методы, конечно, существует еще одна классификация, которая сделана по методу сбора данных. При выборе метода мы задаем себе два вопроса. Откуда и как? Откуда я могу получить интересующую меня информацию, нужные мне данные? Ну, как, то есть каким способом я могу их получить? Ответ на эти вопросы во многом определяет наши методы. В основном в социологии используются, применяются три типа метода сбора данных. Это анализ документов, это наблюдение, и это опрос. Еще есть эксперимент, мы про него говорить не очень сейчас будем. Можно, кстати, применить здесь мое любимое деление методов на опросные. Это опросы, да? И не опросы, это наблюдение эксперимента и анализ документов. Вот на них сейчас с вами давайте остановимся. Да, вопрос, да? Откуда и каким способом? Если мне, если нужная мне информация есть в документальных источниках, то я использую метод анализа документов. Если то, что мне нужно, демонстрируется в поведении людей в социальных ситуациях, то я использую метод наблюдения. Если же то, что мне интересно, мне может сказать только сам человек, его мнение, то я, конечно, использую метод опроса. Но метод эксперимента мы используем, когда нам нужно замерить реакцию на воздействие. Вот, поэтому про него мы сегодня с вами не очень будем говорить. Очень часто мы проводим исследования при помощи всех трех типов. Например, давайте с вами представим, что мы хотим узнать потребности семей, в которых есть дети с ОВЗ. И при исследовании таких семей, при исследовании этой проблемы, мы изучаем с вами нормативные акты, мы смотрим данные Ростата, мы ищем какие-то другие разные статистики, публикации, мы иногда даже анализируем судебную практику и так далее. Мы, кроме того, можем приходить в поликлинику или в школу и следим, наблюдаем за доступностью, ну, в нашем случае, к сожалению, недоступностью, чаще всего, городской среды. То есть мы следим за оборудованием, наличием пандусов, и если есть эти пандусы, насколько их удобно использовать. Ну и, конечно, мы используем опросные методы, мы идем в сами семьи и беседуем с ними. Или же мы идем к экспертам, беседуем с ними, мы можем пойти к практикам, скажем, в сфере защиты детства и беседовать с ними. Мы можем вообще провести количественный опрос разных групп. Очевидно, что из всех этих источников мы узнаем информацию о разных аспектах интересующего нас явления. Ну, давайте сейчас кратко посмотрим на наблюдение и анализ документов, эксперимент не будем рассматривать, а потом остановимся на опросном методе. Итак, наблюдение и анализ документов являются не опросными методами, и давайте с наблюдения начнем. Значит, наблюдение бывает двух видов. Это наблюдение бывает включенным, это когда исследователь сам участвует в изучаемом явлении, и не включенным, когда он не участвует, а держит ту дистанцию, которая не может повлиять на объект. Опять же, наблюдение также может быть структурированным, то есть мы у нас уже есть, мы хорошо знаем наш объект, мы хорошо знаем ситуацию, у нас уже есть готовые какие-то категории, мы с вами делаем бланки и фиксируем уже по готовым категориям. Конечно, в дальнейшем это можно анализировать количественно. И бывает наблюдение не структурированное, чаще всего это поисково-разведывательное, скажем так, да, исследование, когда нам надо что-то узнать, мы не понимаем, что в дальнейшем фиксировать. И то, и другое, конечно, стандартизированный метод. Есть свои ограничения у метода наблюдения, ну, например, оно очень сильно зависит от выбранной позиции, с какого места вы будете наблюдать, что попадает в ваше поле зрения. Это тоже необходимость четко процедурно описывать. Она зависит от внимательности того, кто фиксирует, и вообще в целом наблюдение довольно-таки ресурсоемкая история. Ну, берем анализ документов, понятно, что это кабинетное исследование, оно может быть качественным, вот если брать ту дихотомию, да, и количественным. Ну, качественно это, естественно, дискурсо-анализ, мы можем анализировать какие-то статьи и тому и прочее, да. Мы можем делать контент-анализ тоже здесь, анализ документов. Вот, но я не думаю, что это наблюдение и анализ документов нам сейчас с вами сильно интересно. Мы пока с вами, наверное, собрались, чтобы поговорить больше про опросы. Итак, метод опроса. Давайте мы метод опроса сразу поделим на два вида. Первое – это анкетирование, и второе – это интервью. В чем разница между анкетированием и интервью? Здесь нет разделения на качественные и количественные, то есть анкетирование, допустим, относится к количественным, интервью относится к качественным, это не так. Анкетирование, конечно, чаще относится к количественным, интервью бывает разным. Значит, анкетирование – это то, что проходит по вопроснику или анкете, где в основном содержатся закрытые вопросы, и там предполагается выбор из предложенных альтернатив. Это почти всегда количественный метод, который не требует межличностного взаимодействия. Вот в этом разница. То есть у нас с вами есть анкетер, но предполагается, что человек сам заполняет анкету. Важно, что анкетирование можно проводить в заочной форме, например, по почте или онлайн, на работе, есть разные способы. Другой вид опроса — это интервью. Как вы уже поняли из-за того, что я рассказывал про анкетирование, интервью предполагает наличие двух ролей. Это роль интервьюера и роль респондента. И вот между интервьюером и респондентом у нас происходит межличностное взаимодействие. Это межличностное взаимодействие может быть разным. Например, это может быть личное межличностное взаимодействие по фейс-то-фейс. Это, допустим, опрос по месту жительства, это уличный опрос, это, не знаю, любые, где люди находятся лицом, лицу друг с другом, да? А может быть опосредованным. Ну, например, телефонный опрос. Почти всегда, почти всегда интервью проходит в режиме реального времени. Но это не всегда так. Например, есть метод интервью по переписке, и Борис Докторов успешно реализует его многие годы. Беседует с социологами, беря у них биографические интервью. Значит, и что еще важно сказать про интервью? Что интервью может, конечно, быть индивидуальным, и интервью может быть групповым. Ну, я думаю, понятно, что при индивидуальном, да, мы беседуем с одним человеком, а групповым, та же самая фокус групповая дискуссия, да, мы беседуем с несколькими. Интервью можно разделить по принципу формализации. То есть интервью может быть формализованное, такой стандартизированный опрос по анкете, или там структурированное, да, интервью. Может интервью быть полуформализованное, то есть полуструктурированное, когда у нас с вами есть некоторая свобода в выборе вопросов, выборе их порядка. Чаще всего это работа по гайду и неформализированное, то есть это неструктурированное интервью в виде свободной беседы на интересующие нас стены. Первый тип можно отнести к количественным методам, вторые два к качественному, и иногда такие интервью, полуформализованные, неформализованные вообще называются качественными интервью. Ну вот теперь я хотела бы, чтобы вы несколько подключились, кто у нас готов с вами участвовать. Давайте подумаем, какие есть у нас немножечко, это час уже говорения, мне кажется, достаточно. Давайте с вами сейчас подумаем о том, какие вообще виды интервью вы знаете, и какие интервью вы в своей работе использовали. То есть что я хочу от вас узнать, брали ли вы вообще интервью, какой у вас опыт работы с интервью, и как вы для себя разделяете эти методы, этот метод? Есть кто-то, кто хочет что-то рассказать? Или у нас с вами будет тишина? Не будет какого-то активного участия? Групповое интервью. Ага, Алина, групповое интервью. Кто-то еще что-то брал? Какие-то еще виды? Я там посмотрела, что достаточно большая исследовательская практика у людей есть у некоторых. Ну, нету, короче, да, желания делать какой-то интерактив, сформированная... Могу поделиться своим опытом. Так, давай, Наталья. Моя основная работа в свое время строилась полностью на экспертов интервью. Вопросы были фиксированными, но ответы очень развернутые. Обратная связь после программы в виде интервью. Это по телефону проходило интервью, интересно? Точно. Позже программы в виде интервью. Вопросы были фиксированными, но ответы были очень развернутыми. По скайпу. А, по скайпу, прекрасно. Ну, а теперь я хочу вас немножко помучить. Для Ксении не должно быть, это в первый раз. Расскажите мне, пожалуйста, вообще метод интервью. Я только что сказала, что метод интервью, чтобы самим как-то можно было из него выбирать, что это не только социологическая история. Есть ли какие-то специализации, какие-то профессии, люди, которые профессионально занимаются тем, чтобы эти интервью проводить? Кого вы можете назвать? То есть специалистов в проведении интервью, какие вы можете назвать? Где мы с этим методом сталкиваемся? И потом я вам постараюсь навязать такую классификацию методов интервью при помощи того, какие качества из других исследовательских сфер можно брать. Журналисты, прекрасно. Журналисты, это у нас первый с вами четкий совершенно профессиональный вид интервью, журналистское интервью. Кто-то еще есть? Социологи, ну понятно. О, соцработники, прекрасно. Вика, вот это крайне редкий ответ, и он очень в точку, что соцработники — это действительно люди, которые берут интервью, и очень здорово, что именно при беседе с вопросом НКО у нас это с вами всплывает. Психолог. Да, журналист, психолог. Ага, соцработник. Все. Давайте еще подумаем. Соцработник, журналист, социолог, психолог. Писатели, биографы. Биограф. То есть биограф берет интервью. Отлично. Ну, у него, наверное, конечно, биографическое интервью. Исследователь. Продуктодизайнеры. Давайте подумаем еще про какие-то другие сферы жизни. Краеведы. Боже мой, какие классные ответы. Биографы, лидеры мнений. Врач. Вот, Татьяна, прекрасно. Врач, конечно, врач тоже берет у нас с вами интервью. То есть человек, такие специалисты по задаванию вопросов. Давайте немножко или иначе вопрос. Психолог, прекрасно. Психолог. Есть еще у нас с вами некоторые специализации, в которые люди принципиально задают вопросы. Полицейские. Какие конкретно, Маша? Какие конкретно? Судья. Так. Милиция. Полицейские. Угу. Все близко. Кто у нас специалист по задаванию вопросов? Маша должна знать, что является лучшим опросом. Следователь. Конечно. Правильно. У нас любимая шутка у социологов, что лучший опрос – это допрос. Но, к сожалению, у нас так не всегда происходит в нашей исследовательской практике. Адвокат. Слушайте, вы на самом деле перечислили почти всех, кого я имела в виду. Давайте еще подумаем об одной ситуации, которой здесь нету, когда человек сам про себя очень много рассказывает и отвечает на некоторые вопросы. Какие еще у нас с вами есть сферы жизни, не связанные с тем, что мы с вами сейчас только что обозначили, где мы с вами задаем вопросы? Где нам с вами задают вопросы, а мы на них отвечаем. Да, собеседование, конечно, да. Угу. Еще. Есть еще какая-то одна такая специализация? Медиация. Ну, это, Катя, близко к тому, что я имела в виду. Если нам хронологически навек обратно уйти, кто это занимается? Преподаватель. Коуч. О, у нас прямо сейчас все очень современно пошло. Куда люди ходят в душу? Родители, детей. Я думаю, что вы догадаетесь. Ну, давайте еще 30 секунд. Исповедь, церковь. Супер. Да, все. Теперь вы затронули все виды интервью, которые я хотела для вас подготовить. Вот. Я даже вам картиночку, видите, для того, чтобы немножко вас развлечь, приготовила. И вот у нас с вами здесь есть те люди, которые профессионально занимаются тем, что берут интервью. Это, кстати, слева в верхнем левом углу у нас с вами идет социальный работник, как вы понимаете. Остальные, я думаю, все понятны. Адвокат там тоже присутствует. Ну вот, а вот это вот, это социальный исследователь, я постаралась таким образом представить. На самом деле, вот, я вам хочу представить, предложить вот такую сложную, не очень понятную типологию интервью, где можно посмотреть, какие виды интервью мы в своей исследовательской практике применяем. Опять же, я сразу хочу сказать, что нет какой-то единой классификации видов интервью. И более того, очень часто под одним методом имеются в виду совершенно разные виды интервью. В свое время Эмори Багардус, американский социолог, и мы его в основном знаем как автора шкалы социальной дистанции, он выпустил статью по методам интервью. Это было еще 100 лет назад, еще было в 1924 году. И он выделил там несколько специализаций, специалистов, которые проводят интервью. Вот давайте мы с вами сейчас, давайте мы с вами сейчас попробуем рассмотреть, что же мы можем в наших практиках интервьюирования взять из каждой вот из этих специализаций. Значит, когда мы говорим про терапевта, что делает терапевт? Он проводит диагностическое интервью. Что пытается терапевт узнать? Пишите в чат, чтобы мы с вами немножечко это взаимодействовали. Что делает терапевт, когда проводит интервью? Что он хочет найти? Симптомы, конечно. Он хочет узнать, как протекает болезнь. Не слышу. Он хочет найти причину заболевания. И он задает вопросы, которые направлены на поиск симптомов и постановку диагноза. Из того, что он слышит от пациента, он еще фиксирует какие-то другие вещи, которые попадают с него. Он видит, как ведет себя пациент. И он должен из того нарратива, который ему повествует, пришедший к нему на осмотр пациент, выделить значимую информацию. Он должен собрать анамнез. Он должен как можно точнее диагностировать это заболевание. И вот тип интервью, которым можно провести аналогию социальных исследований. Мы обещали же всем людям еще по две тысячи на связи тираж. Нет, это не про нас, что это реально разговор. Это интервью фокусированное. Фокусированное интервью – это когда нас интересует какая-то конкретная тема, какая-то конкретная проблема, и мы в нашем беседе именно про это разговариваем. То есть, понятно, да, что я хочу сейчас объяснить. Давайте попробуем следующий вариант. Следующий вариант – это адвокат. Адвокат, ну, конечно, он решает другие вопросы. У него стоят перед ним правовые какие-то социальные задачи, какие-то проблемы клиента. Что он должен узнать от клиента? Что должен, он же будет его защищать потом в суде. Что должен знать адвокат? Обстоятельства дела. Еще что? Должен узнать, мне кажется, еще то, насколько у человека есть возможность, чтобы его оправдать. Адвокат решает такие правовые вопросы, и он должен узнать максимальные подробности того, что происходило, чтобы использовать эти подробности, да, и дать им какую-то особую трактовку. Узнать, что конкретно, к чему прикасался человек, когда он шел, да, какие могут быть вещи, которые ему нужно будет потом в своей работе использовать. Значит, он максимально подробно расспрашивает его, человека, о том, что происходило. Это интервью этнографическое. То есть тогда, когда мы пытаемся узнать, как ты шел, что ты делал. Вот в маркетинговых исследованиях это часто называется путь потребителя, да. Вот ты зашел в магазин, а что ты там делал, на какую полку ты посмотрел, а из каких вещей ты выбирал и так далее. Ну, конечно, священник — это исповедь, там некоторая другая история. Как там, что там происходит? Психическое эмоциональное состояние клиента. Ну, на самом деле, священник в этом плане меньше задает вопросов, к нему обычно приходит. Я, к сожалению, вас не слышу. Очень сильно, очень сильно помехи на сами по связи. Ну, понятно, что священник, он должен выслушать человека, и человек, когда приходит на исповедь, у него уже есть некоторая готовая история, некоторый готовый нарратив, который он священнику выдает, и священник уже должен будет этот нарратив выслушать. Поэтому аналог интервью, который мы можем проводить в социальных исследованиях, это нарративное интервью. Дорогий наист. Давайте пойдем дальше. Значит, ну, психоаналитик должен найти проблему, да. Психоаналитик должен понять, что конкретно у человека выступает триггер, в определенных ситуациях, и психоаналитическое интервью, или там психотерапевтическое, если можно, исходя из современных терминологий, его использовать, мы можем назвать как интервью глубинное. А что еще? А что еще? А что еще? То есть нам на самом деле в данном случае нужно дойти до какой-то определенной глубины, почувствовать дно, да, здесь, в этой определенной ситуации, которую мы исследуем. Ну, социальный исследователь, это не Мари Багардус предложил, это уже мы здесь навязали. Давайте подумаем про журналиста. Чем отличается журналистское интервью? Что делает журналист? Никто не пишет. Ищет сенсацию, да, Наталья. Конечно, журналисты ищут сенсацию, поэтому мы журналистское интервью назовем интервью экстремальным. И, кстати, что интересно про журналисты, это единственный из всех этих людей, который четко будет составлять историю, да, то есть который делает во мне, чтобы эта история кого-то зацепила. Ему интересно найти такие факты, которые будут какими-то нестандартными, которые не будут просто обычными. Журналистское интервью можно привести к интервью экстремальному. Мы такие интервью крайне редко используем в наших методах, но тем не менее. И дальше следующий тип интервью, который здесь есть, это интервью стандартизированное. Следователь задает вопросы, очень четко отвечает. И у нас там есть с вами такая формализованная процедура. И вот то интервью, из которого техники допроса мы можем с вами взять, можно давать интервью стандартизированным. Хорошо. Значит, важно понимать, что до сих пор… Сейчас я переключу. Важно понимать, что до сих пор нет и не может быть какой-то единой классификации видов интервью. И более того, очень часто под одним методом имеются в виду совершенно разные виды интервью. Особенно чувствуется это противоречие на примере коммерческих и академических исследований. Например, глубинное интервью или глубинки. У нас весь маркетинг направо и налево предлагает заказчику проведение глубинок, которые на самом деле с глубинным интервью имеют мало общего. Чаще всего это вообще может быть формализованная беседа по гайду. Ну, что такое, знаете, считывание самой первой реакции, а не как раз то вот получение глубинной какой-то скрытой информации. Или, допустим, не знаю, само слово «модератор». Для нас модератором является человек, который проводит фокус-групповое исследование, а не фокус-группу. А для маркетер-иссёча модератор – это человек, любой интервьюер. Итак, при выборе метода нужно иметь в виду, что специализированные методы и их использование нужно доверять профессиональным командам. Потому что там будет составление и тестирование инструментария, потому что там будет построение выборки и так далее. Количество невменяемых анкет и людей, думающих, я сейчас быстренько наваяю анкету, очень велико. Составление анкеты для стандартизированного опроса невозможно без понимания всей технологии социологического исследования. И в данном случае, конечно, хотелось бы вас несколько предостеречь от того, чтобы вы это использовали. Значит, и кому интересно, допустим, про это почитать, есть какие-то базовые книги, Сеймур Саден с Норман Брэдбраном – это как правильно задавать вопросы, введение в проектирование вопросного инструмента. Также нет универсального и самого правильного метода исследования. Чаще всего при изучении социальных проблем нам нужно комбинировать методы и использовать разносторонний подход. И если мы в силу тех или иных причин ограничиваемся каким-либо из методов, то мы должны, обязаны быть предельно корректны в интерпретациях. То есть не делать таких выводов, которые не могли бы быть получены этим методом. Это очень частая ошибка. Очевидно, что для узкой группы или группы с социально неодобряемым поведением метод группового интервью не очень подходит. Как не подходит и массовый опрос? Если у нас исследуемая совокупность составляет, допустим, меньше 1% от генеральной совокупности от всего населения Российской Федерации, нам очень дорого это будет искать, очень долго будем и дорого искать этого человека. То есть нам нужно будет обзвонить, допустим, в телефонный опрос огромное количество людей, и те, кто согласится, каждый сотый будет только к нам подходить под наши критерии выборки. Опять же, если мы с вами говорим про сенситивную тематику, невозможно прорабатывать формальным способом некоторые сенситивные темы, если мы не установили эмпатические отношения. Мы не можем звонить человеку по телефону, задать ему те вопросы, которые требуют установления эмпатического контакта и доверительных отношений. Опять же, важно понимать, что, например, маркет-ресетч не будет использовать биографическое интервью при изучении потребительского поведения. Это просто метод, который никаким образом не подходит. Ну и, конечно, не последнее место в выборе метода занимают бюджет и сроки. Значит, сейчас я хотела бы, у нас с вами совершенно много времени осталось, я хотела бы сделать перерыв, буквально на 15 минут, наверное, и я прошу вас подготовить ваши вопросы, чтобы мы на примере какого-то одного из исследований попробовали подобрать методы. Если у нас не будет желающих, я просто расскажу тогда про какое-то одно из наших исследований, как мы проходили все вот эти вот пути, и как мы делали выбор в силу того или другого метода исследования. Хорошо? Наталья, делаем перерыв? Да, делаем перерыв и по этой же ссылке продолжать. Так, значит, я смотрю... Значит, у нас с вами сейчас два варианта, поскольку у нас был запрос не только там на какую-то теорию и разговор о том, что я в этом думаю, но также какая-то вам в том числе семинарская такая помощь, да, с вашими проектами. Поэтому у меня есть два варианта. Если вы будете активно участвовать, мы можем обсуждать ваши проекты. Если нет, я могу рассказать, например, об одном из своих проектов недавних и могу рассказать об особенностях работы со сложными темами, потому что НКО очень часто приходится сталкиваться с разными группами, которые испытывают те или иные трудности и вообще как бы часто такие серьезные социальные проблемы, которые редко кого могут оставить безучастными, скажем так, да. Значит, давайте смотреть, какие у нас есть с вами формирования нового общественного пространства. Это вопрос формирования нового общественного пространства. Так, мой пример. Люди, живущие с ВИЧ. Ага, Вика, вы готовы это обсудить? Тема исследования. А, тема исследования. Я поняла, вы написали свои темы исследования. Значит, и вопрос от Татьяны. Если запланировали провести социологическое исследование информированности населения о работе НКО и отношения к добровольческому движению, каким путем лучше всего пойти? Если вы хотите понять и измерить информированность, конечно, вам предпочтительно выбирать количественный метод исследования, но вы должны понять, какого населения вы хотите мнение измерить. Например, если у вас есть какая-то небольшая, маленькая НКО и вся большая-большая страна, то это одна история. Если вы хотите какой-то конкретный город взять, и НКО там достаточно известный, это другой подход. То есть там можно использовать разные методики, формировать разные инструментарии, но в целом, конечно, у вас задача более количественная перед нами стоит. Городской просветительский проект. То есть я бы в данном случае при оценке услуг каких-то, я бы что делала? Я бы делала, допустим, телефонный опрос и спрашивала бы, какие НКО знают, знают ли вообще, что такое НКО. На практике это плохой вариант, потому что люди вообще плохо знают, что такое НКО. И в нашей с вами сфере, конечно, это не та часть. Я бы, наверное, углубилась в свою аудиторию. То есть если у меня НКО исследует, допустим, людей из ОВЗ, то я бы попыталась провести какой-то опрос в какой-то категории людей с ОВЗ. Живущих в каком-то городе или пользующихся услугами какого-то конкретного там учреждения и так далее. Очень со сложными темами. Хорошо. Ну что, кто готов подключиться, обсудить про Квик, да? Вы хотели? Давайте с вами. Значит, у нас с вами люди, живущие с ВИЧ. Давайте. Значит, что вы хотите исследовать? Давайте с вами пойдем вот тем путем, которым правильно ходить, чем правильно идти. Значит, мы с вами пойдем от, собственно, нашей социальной проблемы, что мы хотим сделать, и попытаемся с вами раскрутить вот этот проект как раз-таки по всей этой программе исследования. Ну, барьеры в лечении. После фильма Дудя всем гораздо легче в этом плане. Я думаю, да. Я думаю, да, но тем не менее проблемы с лечением есть. Если люди, живущие с ВИЧ, не будут лечиться, значит, общество, ну, как бы в конечном итоге тоже находится в риске распространения ВИЧ-инфекции. А если они будут качественно лечиться, то, соответственно, у них будет такая низкая вирусная нагрузка, что они даже безопасны для своих сексуальных партнеров. Так, а что мы хотим сделать? Мы хотим выявить, что же является барьерами в лечении и почему же люди все-таки не лечатся. То есть люди, у которых есть ВИЧ, почему они отказываются от лечения? Да. Так. Или отказываются, или лечатся недобросовестно, что, в принципе, одно и то. А те, которые не отказываются от лечения, но лечатся альтернативными способами, они вас тоже интересуют? Ну, я ученый, альтернативных способов практически нет для лечения. Люди-то есть, которые... Вот именно те отказываются от лечения, да. То есть вам интересно понять, какие существуют барьеры, да, как раз-таки для лечения. Что мы будем дальше делать с вами? Ну, к кому мы пойдем? Ну, непосредственно наша целевая группа все-таки люди, живущие с ВИЧ и врачи, которых лечат. И у нас сразу с вами понятно, что есть у нас с вами такие, ну, разные категории, но сами разные методы, они должны быть использованы. Хорошо. Люди, живущие с ВИЧ, вы как думаете, кого лучше брать? Людей, которые живут с ВИЧ и лечатся, или людей, которые живут с ВИЧ и не лечатся? То есть кого вы бы сказали? Не лечатся, которые не лечатся. То есть их выявляют врачи, скорее всего, потому что они не приходят за лекарствами, а лекарства у нас бесплатные, даются от государства, и это легко выявить этих людей. Хорошо. Давайте про врачей. С ними проще. Какой метод вы считаете нужно использовать, чтобы беседовать с врачами? Я думаю, здесь интервью было бы хорошо, потому что они могут рассказать чего-то того, чего я могу даже не предполагать. и не заложить. Как называется вид интервью, который мы с ним будем проводить? Ну, больше вероятности. Вот как углубленное, что-то такое было. Нет, у нас это называется, на нашем языке называется экспертное интервью, потому что врач, он эксперт, он нам может дать то знание, систематизированное знание, не просто рассказать свои представления, он владеет статистикой, у него есть четкие представления о протоколах лечения, он знает, сколько людей там лечатся, сколько не лечатся, у него есть своя статистика, он владеет статистикой более широкого уровня, там регионально так уж точно, вполне возможно, что и федерально. То есть это экспертное интервью, мы идем к человеку за объяснением тех феноменов, которые мы наблюдаем. Это очень четкий, это очень понятный метод в данном случае. Здесь проблема только с выборкой будет, как пойти, без кого заходить, но эта тема, люди, которые не лечатся, она действительно социально значимая, и я думаю, что врачи будут готовы сотрудничать, мне кажется, здесь можно заходить. Это не проблема. Окей, а теперь про людей давайте. Значит, вы думаете, что нужно... А, учебно-тренировочная квартира. О, супер, Ирина, мы с вами сейчас... Это будет следующая тема, мне прям это очень интересно. Мы очень похожим сейчас исследованием занимались. Вот, значит, у нас люди, которые живут с ВИЧ. Вот вы... Смотрите, если человек отказывается от лечения ВИЧ, то определенную... Ну, мы правильно с вами понимаем, что у него есть какие-то причины на этот отказ. Да? То есть мы ставим гипотезу. Какая у нас самая гипотеза? Почему он это делает? Ну, боится лекарства больше, чем, так сказать, пользу, которую они приносят. Боится лекарства сами. Начитаны из интернета о том, что ВИЧа вообще не существует, и все это вымыслы фарбкомпаний, что очень, как бы, много. И есть еще такая серьезная группа, как матери детей больных. То есть если они в это верят, они не дают детям лекарства. Ну, понятно. Тут права ребенка задействуют. Это очень разные группы, потому что... Да, разные. Не будем пока это. Нет, мы можем это все рассматривать. Это вообще... У нас проблема с вами комплексная. Здесь по-хорошему нужно затрагивать всех. А смотрите, что интересно. Вот я бы что вам предложила. То есть, окей, есть человек, который не верит в ВИЧ, и тут вы ему такая звоните и говорите, привет, давай с тобой интервью проведем, почему ты не нечешься от ВИЧ? Вот. Ну, как вы думаете, уровень сотрудничества, кооперации какой будет дан? Ну, почти нулевой, наверное, если не нарвусь на грубость. Да, почти нулевой. Если человек, допустим, отверцает пользу, да, от лечения ВИЧ, и не верит в лекарства, и считает, что на нем это гипсоциальные эксперименты, ой, медицинские эксперименты, будет он сотрудничать с вами? Нет, не будет. В том-то и фишка. Как нам с вами тогда работать, если у нас метод неприменим на практике, если наши люди не будут готовы нам давать ответы на эти вопросы? А посредованно, наверное, через кого-то. Через кого-то. Соответственно, да, члены семьи. Допустим, у нас есть там, не знаю, брат-сестра, брат отказывается, а сестра осуждает, значит, придерживается медицинских протоколов, и она готова ответить. Вот. Но вы упускаете большую группу, которую можно исследовать. Это люди, которые лечатся. Ага. И? А в идеале люди, которые сомневались, лечиться им или нет, и выбрали лечиться. Потому что они вам как раз вот в этом своем пути, как они пришли к тому, что нужно лечиться, могут показать все первые стадии. Потому что если глобально рассматривать эту проблему, то когда человеку ставится диагноз ВИЧ, а не все, и большая часть из них, я предполагаю, да, не знают, что это такое, как с этим быть и как лечиться. И мы этих людей можем на этом моменте измерить. Узнать, какие у них были переживания, узнать, о чем они думали, узнать, как они искали информацию о том, что происходило и будет происходить с ними в дальнейшем. И так далее. То есть здесь можно исследовать людей, у которых есть ВИЧ, и которые лечатся, и опрашивать их, спрашивать их о тех проблемах, которые у них были при принятии решений, и тех сложностях, да, которые перед ними стояли. Чем это еще важно? У нас здесь мы сможем словить большую часть мифов, которые есть об этом лечении, да, они нам эти мифы воспроизведут. Более того, люди, у которых есть ВИЧ, и которые лечатся, наверняка как-то особенно относятся к тем людям, у которых есть ВИЧ, и которые не лечатся. И они наверняка могут быть знакомы с этой категорией людей, они могли с ним пересекаться в центрах, да, спид-центрах и прочее. Вот, поэтому, нарисовав такой определенный путь потребителя, как ты узнал, и такой, он, он, это такой тип биографического интервью, что с тобой происходило, когда ты узнал об остановке диагноза, какие развилки были, и как ты этот путь выбрал. И более того, мы исследуем социальную, такую, одобряемую практику лечения от ВИЧ, да, и мы в данном случае смотрим на хорошую практику, то есть у нас есть проблемы, есть решения. И нам, вот, мы поймаем несколько этих ситуаций, и очень правильно было бы эти ситуации распространять на более широкую общественность. Например, делать, ну, поскольку в НКО, да, я уже как бы дальше вперед делаю, можно, например, эти истории рассказывать на широкую общественность. Ну, вот я почему про Дудя сказала сразу, да, потому что действительно этот фильм резонанс сильный в обществе вызвал. Вот, и в данном случае вот эту категорию тоже не надо забывать. То есть мы можем узнавать данные о каком-то явлении или о какой-то группе людей, не только у самой этой группы людей, но и тех людей, которые непосредственно близко с ними находятся, и о них знают. А вот о выборке вы ничего не говорили, это у нас еще будет? Это у нас не было запросов, в данном случае, если мы говорим про количество, может быть, наследующее, да. Мы можем вам про выборку рассказать, выборка очень интересная история. Если мы говорим про выборку в количественных исследованиях, то выборка там строится по определенным принципам, она бывает случайной и бывает не случайной выборкой. Долгое время считалось, что правильной может быть только случайной выборкой, но потому что она статистически объяснима, мы можем точно посчитать вероятность попадания в выборку каждого человека. Вот, но в современном обществе очень сложно строить случайные выборки, потому что люди как бы отказываются от участия в вопросах, да. Вот, это первый момент. И второй, очень они ресурсозатратны. Не случайные выборки, те же самые панельные, те же самые онлайн опросы, которые происходят там, да, или они гораздо более быстрые и они намного дешевле. Не случайных выборок есть огромное количество и в целом мы тоже в своей работе этим пользуемся, можно их потом сравнивать. Разница между не случайной выборкой мы не можем распределить, мы не можем те результаты, которые мы получаем, считать, что так думает вся Россия. Мы не можем эксплуатировать эти результаты, мы можем их только про эту конкретную категорию людей говорить. Если мы говорим про выборку в качественном исследовании, то самое главное, что мы должны понимать, что там у нас не выборка людей, а выборка идей. То есть мы для себя формируем какие бы то ни было аналитические категории, в которые мы заходим, и там при выборе этих категорий нам есть вещи, которые мы, допустим, хотим узнать. Как только мы перестаем узнавать новую информацию, в принципе, наша выборка достаточна. То есть мы смотрим здесь по наполненности смысловых категорий, в которые мы заходим. Поэтому действительно для некоторых качественных исследований даже выборка 10 человек, она вполне себе достаточна. Мы из них будем снижать кучи слова. Я в двух словах прокомментирую, что у нас наш курс достаточно большой и длительный, поэтому мы решили брать все-таки по частям темы. И вот сейчас про методы больше говорим. Главное, не останавливайтесь. Да, обязательно подписывайтесь, мы присылаем анонсы. И если есть запрос на какие-то темы, вы, пожалуйста, пишите, чтобы мы формировали и корректировали нашу программу. Дарья, вопрос у вас. Когда нужно экстраполировать на генеральную совокупность, всегда хочется, но можно тогда, когда у вас случайная выборка, которая репрезентирует определенный тип населения. Например, мы делаем телефонный опрос. Мы опрашиваем 1600 человек в России. Мы можем экстраполировать, если у нас выборка совпадает с распределением Росстата по социально-демографическим характеристикам, пол, возраст, по размеру домохозяйства и прочее, допустим, мы проводим выборку, которая формируется случайным образом при генерации чисел, мы можем эту выборку экстраполировать на население России, но не можем экстраполировать на население какого бы то ни было региона конкретно, потому что у нас 1600 человек. Если мы хотим представить, допустим, население всей страны с региональной спецификой, нам нужно делать 9000 и распределять количество респондентов пропорционально всему населению России. Опять же, там важно, чтобы были правильно соотнесены село и город, и много чего другого. Так, опять же, смотря, какая у вас генеральная совокупность. При работе с... У нас был большой проект по инвалидам. Мы не знаем, какова наша генеральная совокупность. Мы не знаем, как правильно измерять людей с ограниченными возможностями здоровья, потому что очевидным образом люди, которые имеют степень инвалидности ту или иную, не репрезентируют полностью всех тех людей, у которых есть ограниченные возможности здоровья. Как и наоборот, то есть здесь, если генеральная совокупность всего населения города, то мы можем сделать, допустим, поквартирный опрос, и тогда мы сможем в данном случае уже пойти на генерализацию. Например, если говорить про телефонный опрос, мы не можем сделать просто на Москву выборку прицельную, только на Москву Московскую область, это зависит от префиксов номеров, но мы можем делать фильтр, отбор, спрашивать человека о проживании в Москве. Да, в таком случае, если мы распределили нашу выборку по Москве пропорционально округам, по населению, по представленности их в нашем с вами итоговом уже массиве данных, тогда мы можем экстраполировать данные на весь город. Выборка, правда, очень важная тема и она действительно заслуживает отдельного разговора. Так, значит, каким методом мы можем собрать наши данные, чтобы они были реальны и адекватны? Это такой вопрос обо всем. Любым можно собрать адекватные и реальные данные, как любым методом можно собрать неадекватные и нереальные данные. Давайте посмотрим. А, все, Ирина, это к вашим вопросам. Мы планируем учебно-тренировочную квартиру для молодых людей с ментальными нарушениями в развитии. Как нам узнать, сколько людей у нас в городе с ментальными особенностями в развитии? Какие барьеры по взаимодействию с социуми? Вот, знаете, Ирина, вопрос первый, он очень болезненный, правда, потому что в любой ситуации, когда мы заходим на какие-нибудь социально незащищенные группы, представить себе численность этих людей, это первая самая сложная задача. Нет сработающих инструментов статистических, государственных, которые нам могут эту статистику предоставить. У нас нет таких данных. Мы можем эти данные узнавать при помощи опроса экспертов, но мы понимаем, что нам здесь нужно будет много экспертов, потому что мнение эксперта это мнение его профессиональное, оно не всегда может совпадать с действительностью, это мнение как бы в его окружающей действительности. Вот, поэтому, если мы берем молодых людей с ментальными нарушениями в развитии, молодые люди, это кто? Это возраст какой? 18 плюс? Да. Ну, по всей вероятности, эти люди, скорее всего, были выпущены, ну, они находились на каком-то наблюдении, да, в каких-то там учреждениях? Учреждения, как правило, сейчас не дают информации, статистики у них нет. Мы в маленьком городе живем, и, например, для того, чтобы провести социальный проект «Рождественскую елку», мы обращались ко врачам, к соцзащите, которые нам не давали данных, потому что есть закон об этом. И, да. Ну, тут тоже есть большая проблема, потому что с улицы всегда заходить очень тяжело, и люди очень часто отказываются взаимодействовать. особенно, если вы исследуете такую проблему социальную, в которой не все очень чисто. Мы понимаем, что таких проблем почти все, да, и когда мы, допустим, у нас было большое исследование, оно сейчас проходит, про приемные семьи и про детей сирот, и вот про переход от детского неблагополучия к детскому благополучию, в данном случае, как ребенок устраивается в семью тем или иным типом устройства. И это настолько закрытая тема, потому что они не будут давать эти данные по определенным причинам. Здесь у нас, к сожалению, с вами могут опуститься руки, но есть другие возможности, при помощи которых можно что-то сделать. Например, можно заручиться поддержкой кого-то властьимущего. То есть по всех регионах России, например, это сделать невозможно, но можно найти какого-нибудь человека, главу города, губернатора, которому эти проблемы действительно волнуют и который готов эту проблему решать в своем регионе или в каком-то городе. Это первый момент, потому что если будет письмо сверху, то люди очень часто готовы сотрудничать. Если этот вариант не работает, то мы можем пойти в экспертный опрос, но здесь тоже ситуация, особенно в маленьком городе, она всегда ярко выражена. Если учреждение одно, как бы вы ни делали данные конфиденциальными, всем все будет понятно. То есть человек не будет вам рассказывать, если он там главврач больницы, когда больница одна, он вам не будет рассказывать, будет понятно, откуда произошла утечка этих данных. Вот, поэтому, если смотреть в целом по барьерам, по взаимодействию с социуми, тренировочной квартирой и так далее, мне кажется, здесь первое, что нужно сделать и что нужно делать всегда, это узнать, вы явно не первые этот опрос исследуете, надо узнать, что уже было сделано в аналогичных ситуациях в нашей стране, ну, хотя бы в нашей стране, да, вот, то есть посмотреть, в каких других регионах запущены тренировочные квартиры и посмотреть, как они изучали свою вот эту вот целевую группу. У меня другой вопрос, а зачем вам знать, сколько таких людей? Мы вот работаем с определенной, у нас своя группа не такая большая, ну, то есть, сколько у нас, например, педагогов, столько, сколько мы можем охватить. Нам бы хотелось вообще понять запрос, потому что многие родители, ну, я сама мама особенного ребенка и для меня ее взросление такая тоже табуированная тема для моего сознания. И хотелось бы и донести до родителей, до некоторых, потому что это маленький город и почти большая категория родителей отрицает диагноз ребенка, а отрицать в взрослом возрасте его можно только закрыв его в рамках семьи в том числе, потому что у нас идут ребята с поведенческими проблемами и так далее и тому подобное, которые с возрастом усугубляются и ты вообще не хочешь этого ребенка выпускать уже. Хотелось бы как-то поднять вот эту тему, плюс дать ответ родителям, что возможен выход вот такой, что нормализация жизни возможна через посещение ребенка в учебно-тренировочной квартире, которая поможет ему насколько возможно стать самостоятельней хотя бы в быту, а потом потихонечку и в социуме. У вас очень классный проект, мы тоже часто ломаем голову именно в таких ситуациях, когда, казалось бы, нет выхода, но выход всегда есть. Я в вашем случае все равно пыталась бы зайти через врачей, я пыталась бы зайти через помогающих специалистов, потому что есть эти люди и они сто процентов будут готовы сотрудничать, конечно, обеспечив им конфиденциальность участия и анализируя какие-то, не знаю, инсайты, полученные ими. И, возможно, через, конечно, какие-то учреждения, и мне кажется, у нас так было в некоторых проектах, что такие вещи, они распространяются таким снежным комом, что как только один из родителей, у них же есть какие-то свои сообщества, в идеале, если есть, иногда их не бывает, но даже группы в WhatsApp такие есть, они друг другу сообщают и дальше уже пошло-поехало, вот так вот через сеть это все дело распространяется. Можно было бы так сделать еще, то есть попытаться каким-то образом к этой группе так вот подойти. Хорошо, спасибо. Если мы экстраполируем данные в отношении жителей 55 региона, то какое количество населения этого возраста путем анкетного опроса нам необходимо исследовать? Зависит от региона, не могу сразу сказать, надо смотреть. Вот, то есть от представленности людей, да, представленности, ну, мы не проводим количество исследований ниже, чем 900, ну, вот 900 совсем мало, но, понимаете, есть такие регионы... Анна, не 55 регионов, а 55 плюс жителей. Я поняла, 55 плюс возраст, я поняла, что да, я все равно могу сказать, что мы делали исследования 75 плюс и 65 плюс по Ивановской области, мы делали 1600 и 1200, то есть чтобы все-таки была палитра мнений в данном случае. Так, про выборку будет, у кого вот это разрешение на социологическое исследование ни у кого, если вы исследователь, вы имеете полное право проводить социологические исследования, надо ли удержать инструментарий исследования в своей исследовательской команде. Но если вас в целом это вопросы про этику, то есть определенные стандарты проведения опросов и самый главный стандарт по взаимодействию с людьми изложен в Фельсенсской декларацией, что если мы с вами проводим какие бы то ни было исследования с вовлечением людей, то люди должны быть тщательным образом об этом исследовании информированы и давать свое согласие добровольно. И это надо соблюдать. И более того, человек в любой момент участия в исследовании может отказаться от такого участия без каких бы то ни было негативных последствий для него. Вот это базовый этический принцип. С методом включенного наблюдения, допустим, когда оно у нас идет, мы можем, допустим, не всегда сообщать, да, это другая история, но если мы говорим про опросные методы, в которые человек непосредственно вовлечен, то, конечно, мы обязаны сообщать ему цели, кто финансирует. Там есть целый-целый-целый список, это все изложено и в самаровских документах, и в разных стандартах проведения опросов. А разрешение спрашивают на проведение исследования, это вы имеете полное право проводить любое исследование, которое вы хотите. Так, и так, что, что, что еще мы, что нам еще? Про выборку, про сенсативную систему сейчас скажу. Все, мы ушли здесь с вами? Вопросов больше нет. Через какие-то дружественные связи, организации, которые задерживают ваш подход. Вообще, Алина, вот я честно скажу, мое мнение, что конформная выборка, а это convenience sample, такая выборка удобная для исследователей, когда мы идем через дружественные связи, через организации, через знакомство. И в данном случае это самый рабочий вариант. Большая проблема в том, когда люди описывают выборку, что они об этом не пишут. То есть, на самом деле, любое исследование, любая выборка что-то репрезентирует. Ничего зазорного нет в том, чтобы сказать, каким образом действительно были получены эти данные. Через сеть собственных знакомств, через родственников и прочее. Поэтому в данном случае, да, это хороший заход, но он не очень одобряется многими, кто… Его сложно продать, мы типа исследовали круг своих знакомых, понимаете? Поэтому в маркетинге они все обещают всем случайные выборки, но, к сожалению, практически никогда это не делают. Ссылку на декларацию. Да, давайте я себе зафиксирую. Хельсинская декларация, я думаю, все знают, что это такое, да? Я надеюсь, по крайней мере. Ну, окей. Значит, сейчас не будем в это сами вдаваться подробно, но если как бы кратко проинформированное согласие сказать, что при поведении опроса мы можем нарушить права человека, права респондента и, возможно, даже как-то ему навредить. Например, если мы обследуем людей, у которых есть ВИЧ, которые отказываются лечиться, если эта информация уйдет куда-то вовне, человек может серьезно пострадать, да? Могут начаться гонения на этого человека, вплоть до физического воздействия, истребления там, чего бы только ни было. Поэтому вопрос очень важный этики, и он абсолютно неоднозначен. Вот. Особенно этика важна, когда мы с вами проводим исследования на сенситивную тематику, потому что сам факт разговора даже с родителем у ребенка, которого есть ОВЗ, может привести к ним к благоприятным последствиям. Ухудшить его настроение, напугать, повысить тревожность, обеспокоенность. И вот как бы здесь у нас есть с вами дилемма. У человека есть право быть изученным, да, это как бы тоже одно из его прав. И второе право как бы исследовать или не исследовать, нужно ли туда лезть или не нужно. Вот. Такая этическая дилемма тоже. Если кому-то интересно, напишите мне, я могу скинуть информацию, где об этом подробнее описано. Вот. То есть, понятное дело, что если человек там налогоплательщик имеет право, допустим, об этом знать. Вот. При проведении исследования я считаю, что очень важно взвесить потенциальные пользы и риски. Конечно, это субъективно, поэтому в мире, например, сейчас существует комитет по этике. Про нашу страну я боюсь сказать, потому что я не знаю, как это все реализуется. Комитет по этике есть, но у нас все очень неоднозначно в данном случае. Вот. В любом случае, непреложная истина, я повторюсь, на сегодняшний день, это то, что все участники исследования должны дать свое информированное согласие на участие. Особенно, если они попадают в рисковую ситуацию, если исследование может донести им физический или психологический вред. Вот. И так далее. Значит, что за Херсонская декларация, откуда это пошло, что, я думаю, всем известный, печально известный нюрненский процесс над врачами. По крайней мере, должно быть им известно. И после этого, в 1947 году, был принят Нюрненский кодекс. В принципе, этот исторический документ, он как раз-таки регулирует принцип проведения медицинских экспериментов над людьми. И как раз там об этом сказано. И вот уже этот принцип, который вот этого, да, добровольное согласие человека, участвующего в эксперименте, он потом был развит в Херсонской декларации Всемирной медицинской ассоциации. Это 1964 год, и там как раз они перечисляют все, что там должно быть. Это какие цели, какие методы, какой источник финансирования, какие могут быть конфликты интересов, какая у вас афиляция, то есть к какому исследовательскому коллективу принадлежите, какая польза от участия, какие риски потенциальные, какие могут возникнуть при участии. Ну, или вообще любые другие аспекты вот этого исследования. Ну, и опять же, надо ему также говорить о том, что он может воздержаться и отозвать свое согласие. Есть еще Бельманский отчет, это этические принципы при проведении исследований уже позже, ну и так далее, много различных актов уже к нашему времени принято. Есть кодекс специальной этики, если мы говорим, допустим, про социологов АПО, Американская исследовательская ассоциация, ну, ассоциация исследователей общественного мнения, ИСАМАР, не знаю, отчеток и нету, то есть международных кодексов. Эти принципы можно найти. Так, значит, ну что, давайте тогда, количественные исследования, разве не могут быть 150-200 человек, если группа узкая? Конечно, могут быть. Вы можете провести количество исследований в меньших группах, например, если вы проводите исследования в группе студентов, у вас вся генеральная совокупность, там, не знаю, маленького вуза 150 человек или даже 70 человек. Конечно, можно проводить. Но мы же пытаемся репрезентировать население, а не какую-то узкую группу. Про это был вопрос. Вот, а так, количественные исследования можно проводить, конечно, в малой группе. Почему бы нет? Так, ну что, давайте немножечко скажу тогда вам про сенситивность, про сложность работы с сенситивной тематикой. Значит, здесь каких-то таких сильных там базовых принципов прям нету. Могу сказать только исходя из своего исследовательского опыта. И здесь, наверное, сразу скажу, что такое сенситивность. Это такие типа сложные темы. Но если говорить, допустим, про качественное интервью, вот про которое мы говорили, ну в моей практике это чаще всего глубинное интервью или биографическое интервью, то есть полуструктурированные, не структурированные, хотя бывает и этнографическое интервью, и нарративное интервью. То есть такой метод с низкой стандартизацией, помните, да, я сегодня рассказывала, с низкой формализацией. Вот этот метод считается самым подходящим для беседы на какие-то сенситивные, сакральные, закрытые темы. Но вообще в целом редко, когда мы сами можем зайти в исследование и не наступить на сенситивную тему, потому что та или иная степень сенситивности всегда присутствует. И более того, вы не всегда знаете, что вызовет у человека вот этот вот отклик, да, сильную эмоциональную вовлеченность. Например, традиционно сенситивными темами считаются темы там про доходы, или там про репродуктивное поведение, ну естественно смерть. И в данном случае у вас уже есть некоторое ощущение, что человек не очень будет сотрудничать, не очень будет готов на эту тему разговаривать. Но очень часто это происходит совершенно не так, а на грабли вы наступаете в очередной раз, когда заходите на какую-то совсем спокойную тему. Например, мы изучаем родителей, у которых есть дети с ОВЗ, и вопрос о том, посещает ли ваш ребенок школу, которая для обычного родителя, здорового ребенка, является таким, ну конечно, посещает ему там 8 лет, да, то для родителя, у которого лежачий ребенок, или ребенок с сильными ментальными нарушениями, этот вопрос очень сенситивный. Потому что родителям очень часто, особенно если, допустим, у ребенка физическая какая-то проблема, не связанная с ментальным нарушением, родителям очень часто приходится бороться за право детей на образование. У нас инклюзивного образования, как вы знаете, не так много. И вопрос о маме, допустим, ребенком, ментально сохранного, но лежачего, о том, что посещает ли ваш ребенок школу, это вопрос очень сенситивный. Что еще здесь важно? Что сенситивность зависит не только от темы, на которой вы беседуете. Например, старики прекрасно разговаривают на тему смерти, и у них это не вызывает каких бы то ни было панических явлений или сильной эмоциональной вовлеченности, неготовности, и негативных последствий тоже не вызывает после беседы. То есть эмоциональный шлейф вполне себе хороший. Более того, они очень часто готовы на эту тему разговаривать, но не могут себе позволить это при беседе со своими родственниками, потому что это не очень социально одобряемо, и потому что родственники начинают говорить, ой, опять ты начинаешь там говорить про свою смерть, еще поживи, куда ты там собрался, а им, у них есть такой запрос. Поэтому вот вы заходите вроде в сенситивную тему, вроде в уязвимую группу старшего поколения, а разговорная тема строится совершенно прекрасно. Поэтому здесь, конечно, вам нужно понимать вообще, к какой группе вы идете, потому что если группа там сложная, социально незащищенная, уязвимая, или люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации, конечно, риски сенситивности выше, но это не значит, что разговор будет строиться плохо. Если это какая-то группа с девиантным поведением или нравственно неодобряемым поведением, какая-то конфликтная группа, закрытое сообщество, здесь, конечно, тоже нужна серьезная подготовка, потому что вы не всегда можете представить те темы, на которые с ними нельзя разговаривать, или те темы, которые вызовут у них большой эмоциональный отклик. Но здесь что еще важно? Вот при работе на сенситивную тему, на сложную тему, очень важна мотивация респондента на участие. То есть если человек пребывает в депрессивной ситуации, если от него отвернулись все органы социальной защиты, если человек не может найти в себе силы, чтобы активно противостоять тем сложным, тем трудностям, которые у него происходят в жизни, ему очень тяжело будет принять участие в беседе. Но бывают другие ситуации, когда человек, например, борется, а устроена ситуация, не в том, что нет способов каким-то образом ситуацию решить. А вы приходите и говорите, слушай, мы сейчас хотим исследовать вот такую вот штуку, как раз таких людей, как ты, и понять, как эту проблему можно решить в обществе. Вот у него мотивация на участие будет очень веселая, потому что вы как раз с ним будете беседовать о том, что его волнует. И он вам с удовольствием расскажет самые подробности чего бы то ни было про свою борьбу, про свои сложности, про свои барьеры, с которыми он сталкивается, и про причины, почему он через эти барьеры не может перейти. Какие-то причины могут быть системными, какие-то причины могут быть личностными, барьеры, да, вот, но тем не менее, человек в мотивации участия, это очень важно. Поэтому я рекомендую, особенно если вы не очень опытный исследователь, выбирать людей с высокой мотивацией на участие. Очень часто они являются залогом того, что интервью продают нормально, и даже с плохим гайдом они вам расскажут много чего полезного и хорошего. Потому что не всегда вы можете привлекать, я это прекрасно понимаю, команда профессиональных социологов, и то, что социологи себе так забрали в профессиональную свою сферу метод опроса, метод интервьюирования, вовсе не означает то, что теперь только мы обладаем монополией на этот метод, и только мы должны его использовать. Нет, совершенно не так. Так, сейчас скоро стартует проект, в котором подростки будут опрашивать по небольшой анкете своих бабушек и дедушек. Казалось бы, боже мой, вообще несовершеннолетние дети будут беседовать с уязвимой группой, да еще и своими родственниками. Это непрофессионально. Нет, они имеют на это полное право, и я планирую, в ближайшее время, будем с ними беседовать, как это правильно сделать, чтобы хотя бы какие-то принципы они могли соблюсти. Это очень важно, у вас есть мотивация, у вас часто у НКО есть доступ к тем группам, к которым нет доступа, например, у профессиональных команд, и это понятно, потому что уровень доверия зачастую совершенно разный, да, какая-то там одна организация с определенной афилиацией и, допустим, НКО, которые... какие-то проблемы у изъемных групп. Значит, как работать с уязвимостью? Надо понимать, что уязвимость и сенситивность зависит не только от респондента, но и от интервьюера. И если вы не можете разговаривать на эти темы, не идите в поле. То есть если для вас мучительно, больно обсуждать то, что вам нужно обсудить, не надо туда идти, потому что вы повлияете и на человека, который будет вам давать интервью, и вы испортите себе настроение, повысите свою тревожность, и это поле вас травмирует. То есть вы оттуда выйдете с травмированным человеком. А если вы не проработаете эту травму, травматизацию, то она будет еще глубже и глубже. И вы таким образом можете повлиять вообще на дальнейшее под всего этого исследования. Кроме того, здесь, конечно, нельзя никогда быть неискренним. Нужно всегда идти через доверительные межличностные отношения, потому что, понимаете, интервью даже с какой бы сильной мотивацией на участие не проходило, даже насколько бы сильно не хотел человек вам рассказать. Разговор на тяжелой теме это всегда повышенный риск. Это всегда угроза человеку, это всегда вторжение в его личное пространство. И всегда есть переживания за конфиденциальность. Поэтому здесь нужно как бы напрямую идти, выстраивать с ним доверительные отношения. Потому что, если вы не выстроите доверительные отношения, то результат, который вы получите, вряд ли будет применим. Что еще? Что еще? Вот я всегда рекомендую людям, которые не уверенно себя чувствуют в вопросах сенситивности, то есть вроде как бы могут говорить на эти темы, но не уверены, что могут говорить долго или с разными группами людей, понять, где у вас есть триггер. То есть, допустим, есть какие-то стоп-темы. Я как мать, я не могу идти допустим, брать личное интервью. Вот моя стоп-тема это там неизлечимые болезни детей. То есть на личное интервью в такую вот ситуацию я не готова пойти. Это сильно травмирует, это сильно как бы у меня разрядит мой ресурс и я не смогу. Ну, это выбит меня из калии на какое-то определенное количество времени. Есть люди, которые об этом готовы разговаривать. Вот. Поэтому, если вы не готовы, лучше не идите. Это не значит, что вы не можете делать планы исследований, это не значит, что вы не можете правильно писать программные вопросы или там переноциализировать понятия, выстраивать концептуализацию, это не значит. Но если вам в межличностно вы слишком эмпатичный человек, не надо туда идти. Правда, потому что будет хуже и вам, и другому человеку. Вот. Ну и что еще? Вовлеченность всегда должна быть, есть вопрос такой, знаете, объективность, типа, да, но если вы идете беседовать на сенситивную тематику, вы не можете не быть вовлеченным. Вы в любом случае будете вовлеченным. Но очень легко стать необъективным, потому что вовлеченность вас прям тянет туда, в эту необъективность. Если вы будете соблюдать все принципы, и прежде всего принципы регистрации того, что происходит, записи, расшифровки, упорных формулировок, которые вы выдаёте, это потом можно будет, это становится более отчуждаемым. Это можно будет анализировать, например, этнографическим способом. Ну, вот такой момент. И еще, знаете, какой, после тяжелых бесед я очень рекомендую, есть разные техники снятия стресса, там, продышаться. Очень хорошо мне, например, помогает перевести голову на тело, поджиматься, поприседать, попеть, то есть, переключить, да, вот, размышления на физическую активность. Вот. Еще есть прекрасный повод, прекрасный способ сделать этнографическую заметку, то есть, прям все ваши переживания выдать на бумагу. Эту бумагу потом, этот текст, который вы напишите, можно потом в дальнейшем использовать при анализе полученных данных. этнографический текст, это тоже этнографические данные, это собой сам исследователь, как происходило, какие у него мысли, почему он задал тот или иной вопрос, то есть, такая вот процедура, да, как все это происходило конкретно, это помогает очень часто в понимании того, куда сместились наши данные, или что конкретно мы измерили, а что мы не измерили, например. Так, ну, и что еще важно? Не знаю, наверное, на мой взгляд, самое важное всегда, когда вы идете в поле, это вот, знаете, эта дилемма между вами как исследователем и вами как человеком. То есть, есть позиция исследователя в поле, да, есть позиция человека, который общается с другим человеком. И вот для меня позиция этическая всегда во главе стола. То есть, если как исследователь я понимаю, что на самом деле я могу сейчас додавить и выбрать такие данные, которые мне прям реально будут полезны, но как человек я понимаю, что вы на самом дне, и сейчас, У меня нет способов вернуть человека в стабильное эмоциональное состояние, и то, что я могу ему навредить, я не пойду туда. Поэтому здесь, мне кажется, особенно для НКО это важно, что если есть дилемма между научной и этической позицией, надо выбирать этику. Потому что наука, какое бы прекрасное решение социальной проблемы вы не хотели найти, наука не является абсолютным благом. Здесь человек всегда важнее. Так, есть ли еще вопросы? Кто-то прям любит побеседовать на тему смерти. Да, это правда. Очень много людей готовы побеседовать на тему смерти. И у нас был очень интересный опрос телефонный, в котором мы хотели поднять эту тему. То есть, представляете себе, это телефонный опрос, причем в старшем поколении. И мы, ну потому что мы тоже понимаем, что это сложная тема, мы думаем, как же в нее зайти. Мы нашли прекрасное решение, оно напрямую связано с этикой. Мы спросили у людей в телефонном опросе, можно ли вам задать два вопроса о смерти. Если человек говорил, да, можно, мы ему задавали эти вопросы. Если он говорил, нет, нельзя, таких было очень мало, то мы эти вопросы не задавали. Поэтому мы в данном случае, получается, очень четко для себя сделали этический выбор, да, и человек тоже говорит, а что такого, задавайте, конечно, ну а что здесь, как бы, такого, правда. Вот, и единственная зависимая переменная у нас оказалась переменная интервьюера. Мы анализировали вопросы про секс и про смерть. Кстати, мы звонили бабушкам и дедушкам и спрашивали их про смерть и про секс. Вот, и они чаще всего, то есть, я говорю, единственная зависимая переменная, переменная, от которой зависело, отвечает человек на вопросы или нет, это переменная интервьюера. Есть интервьюеры, которые спотыкаются и которым жутко некомфортно говорить на тему секса, они не смогут эти темы обсуждать по телефону. Вот. Так. Какой должен быть процент опрошенных от генеральной совокупности? Ой, ну это такой, знаете, это сложный, это действительно сложный вопрос, смотря что вы хотите сделать. То есть каких-то вот таких стопроцентных решений нет. Есть статисты, которые там говорят так или иначе. Ну вот, то есть, понимаете, просто процент, ну допустим, вот самый простой пример. Вот у вас есть генеральная совокупность все населения России. Вы опросили из него 7%. Но только вы опросили эти 7% всех блондинов с голубыми глазами. Я, конечно, не уверена, что у нас есть 7% от всего населения блондинов с голубыми глазами, но тем не менее. Вот вы опросили 7%. Много это? Да, это много. Это 7% от генеральной совокупности. По каким принципам вы это выбирали? То есть здесь у вас нужно, чтобы люди были представлены по тем или иным характеристикам. Поэтому здесь я как бы всегда говорю, надо идти, ну, по Росстату смотреть, какая группа. Но, как бы, Росстат тоже не идеален, но у нас нет ничего другого. У нас есть микропереписи. В построении выборки есть стандарты, конечно, вот, но мало кто их придерживается, не всегда их можно сделать. А самое главное при выборке вы эту выборку устроили. Вот это действительно очень важно. Ну, вот я, например, могу сказать, мы сейчас проводили исследование, которое было не случайной выборкой, но мы опросили 30 с лишним процентов от генеральной, почти 40, от генеральной совокупности. У нас был сплошной опрос, почти 40%. Это очень много. И хоть оно, в нем не было 100%, как бы, точнее, не было вообще принципов отбора, то есть мы опрашивали всех, кто там, да, был готов ответить. Тем не менее, это большой. Можем ли мы потом попытаться каким-то образом из этого сделать, ну, какую-то случайную выборку? Ну, там есть разные технологии. Про выборку в количественных исследованиях особенно нужно разговаривать с другими людьми, наверное, более конкретно, которые выборки строят. Я знаю основные принципы организации, да, вот, какая должна быть выборка, как ее там можно выстроить. Но конкретно на ваш вопрос ответить не могу. Как секс у пожилых? Ну, по-разному. Бывает. И у мужчин чуть лучше, чем у женщин. Вот. Но надо понимать, что это саморепрезентация. То есть это то, как люди об этом говорят. Не факт, что оно так есть на самом деле. Здесь, конечно, нужно этот метод, это измерение нужно будет, конечно, каким-то образом, ну, вопрос надежности. Наша задача была не измерить секс у пожилых. Мы хотели поговорить об этом и посмотреть, можно ли об этом говорить в массовом опросе. Наша задача была методологическая, а не конкретно. Зато результат был достаточно интересный. Так. Есть ли еще ко мне вопросы? Где можно узнать подробнее о ваших исследованиях? Ой, где можно узнать подробнее о моих, о наших исследованиях? Вот. Так. Ну, в статьях. Не знаю, насколько вы активно пользуетесь разными источниками данных, реферируемые источники. Можно искать меня по имени-отчеству. Могу дать какие-то ссылки на исследования. Да, все контакты есть в социальных сетях. Вопросы можно продолжать задавать. Сейчас у нас идут проекты, если говорить про социально незащищенные группы, в основном по детям, по приемным родителям. То есть мы сейчас исследуем опыт приемного родительства, и причем делаем это методом биографического интервью по переписке, что для нас является таким первым опытом, потому что, ну, пандемия, и у нас нет варианта, мы не можем поехать, и это очень интересно. Поэтому я думаю, что в ближайший год выйдет публикация о том, как этот метод можно... Вконтакте... Вконтакте меня нет. Ну, это там есть, но я там не активна. Значит, на Фейсбуке тогда. На Фейсбуке. Наталья, у вас есть? Там, да, мои какие-то контакты. В презентации будет адрес моей электронной почты. Всегда можно мне написать. Вот. Так, что еще? Что писать? Ну, не слышу, Вика, вы говорите. Закротый. В какой презентации я не поняла, где это будет? Которую сейчас вот у нас... А, когда нам пришлю, поняла. Там вначале была моя почта, но она вообще... Я не успею. Она вообще... Ну, хотите, я вам сейчас там здесь... Да. Чтобы это было никаким... Мы очень много сотрудничаем с НКО, и действительно, там, по прожилым мы проводили. У нас базовая тема — это дети-старики. Вот. Ну, и еще инвалиды, наверное. То есть, вот, это моя почта. Можете мне какие-то вопросы задавать. Мне... На все ли я вопросы ответила или нет? На все ли я вопросы? Ну, вот по эксклюзии пожилых, почему я эту тему начала рассказывать, если вам интересно. Вообще, в целом, сама по себе социальная эксклюзия или социальная экклюзия — это такое, ну... В нашей стране не особо исследованы. Понятно, что пожилые люди, в данном случае я имею в виду людей в возрасте 60+, но это группа с высоким риском социальной эксклюзии. То есть эксклюзия — это исключение человека из жизни общества, скажем так, да. Ну, причины, понятно, у этого есть разные. Люди уже в этом возрасте чаще всего покинули рынок труда, они не включены в трудовые взаимоотношения, и поэтому у них нету социализации, скажем так, на рабочем месте, и у них нету социализации в профессиональной среде. Кстати, что интересно, очень часто именно из-за этого... Ну, то есть есть такая гипотеза, которую сложно как-то проверить, она такая, знаете, скорее общая гипотеза, да, что очень часто в первый год выхода на пенсию мужчина умирает. Вот, то есть я как-то не особо увлекалась именно вот этим исследованием, но вот в качественных исследованиях, в интервью несколько примеров таких было, что человек, допустим, мужчина работает, дома все уже без него распределено, и когда он выходит на пенсию, ему просто встроиться некуда, потому что он не был сильно вовлечен в бытовые все вопросы, и даже притулиться на кухне ему, грубо говоря, некуда, потому что там все захвачено уже, все роли распределены и так далее. Вот, и, значит, кроме того, мы понимаем, что эксклюзия связана с уровнем жизни и бедностью, и вообще само понятие эксклюзии тоже, как депривация, да, тоже пошло из исследований бедности, ну, и часто понятно, что у пенсионеров единственным источником дохода является пенсия, это приводит к тому, что они оказываются за чертой бедности или около этой черты, вспоминаем Буту, да, который это понятие ввел, и более того, раньше у нас была более распространена традиция многопоколенного проживания, когда несколько поколений жили вместе сейчас, к сожалению, количество одиночных домохозяйств, в которых живут только бабушка или только дедушка, уменьшается, и когда, допустим, умирает супруг, я почему говорю супруг, потому что статистически, конечно, классика, у нас бедность, она феминизирована, то есть шансов у женщины встретить старость в одиночку гораздо выше, чем у мужчины. Ну, к сожалению, статистически это так, на это есть ряд причин и продолжительность жизни, и чуть более поздний возраст вступления в брак, потому что женщины обычно выходят замуж чуть раньше, мужчины чуть позже, это дополняет еще эти годы разрыва, то есть, представляете, еще там 2-3 года разница у них есть, ну, как бы, да, и, допустим, для женщины быть вдовой в нашей стране на пенсии – это почти норма, для мужчины это, ну, крайне редко происходит. Вот, и происходит очень часто, что люди в старшем возрасте проживают в одиночестве, ну, плюс ко всему понятно, что с возрастом у нас скучается здоровье физическое, ментальное, ограничивается мобильность, а если человек живет уже, например, в сельской местности, у него появляется неравный доступ к медицинским услугам, у него с возрастом сокращается количество социальных контактов, потому что люди разъезжаются, потому что люди умирают, к возрасту, там, в 90 лет почти у всех есть потери значимых близких, ну, и там, я не буду плачивать проейджизм, который в нашем обществе есть, и надо понимать, что чем старше человек становится, тем выше у него риски социальной эксклюзии. Вот что мы хотели сделать? Мы хотели посмотреть на успешных долгожителей, на тех людей, которые смогли сохранить в этом возрасте такую неплохую социальную активность, у которых есть широкая сеть социальных контактов, которые там выходят и так далее, и тому подобное, там, да, из дома и могут позволить себе принимать участие в тех или иных там активностях. То есть этот проект, на самом деле, очень интересный, он называется «Столетний гражданин», мы его делали совместно с фондом Тимченко и совместно с геронтологами. В Москве есть российское геронтологическое, как же они называются, короче, имени Пирогова, научно-клинический центр геронтологический имени Пирогова. То есть что делали? Вначале врачи-геронтологи проводили геронтологическую оценку людей, а потом те, которые ментально сохранны, к ним шли мы. И вот таких вот как бы лучших представителей, максимально инклюзивных мы исследовали, очень было мало, поэтому мы взяли некоторых, ну, как бы, не особо включенных в жизнь общества. Ну вот и, короче, да, проекты по активному долголетию в Москве тоже развиваются, мы почти все эти проекты наблюдаем, и мы с коллегами тоже пытаемся сотрудничать. Вот, и что у нас получается? У нас получается, что мы взяли эту группу 90+, не потому, что они там сильно отличаются от людей 80+, а потому что у них продолжительность жизни больше, а у нас вроде как бы хотелось бы верить, хотя сейчас после этой пандемии неизвестно, что будет, да, что люди начинают жить еще дольше, и мы как бы их представили для себя как прообраз будущего человека, потому что система потребностей наверняка, ну, несколько будет отличаться в возрасте 90+. Вот, ну, и мы с ними исследовали положительные практики, и составляли, мы с ними проводили биографические интервью, то есть мы приходили, я пекла сама шарлотку, потому что это очень важно с человеком наладить взаимодействие. Мы заходили через, часто через прокси, через, русский-то как будет, господи, ну, через кого-то, через социального работника, через члена семьи, мы сидели вместе, мы пили чай, у нас там многочасовые беседы, понятно, что вот у меня уже, видите, я давно не читала лекции, уже голос садится, а у взрослых людей, которые, ну, совсем пожилых людей, у них тяжело бывает три часа подряд разговаривать, поэтому, конечно, мы какие-то им байки сами рассказывали, чтобы их развлечь, там это исследование совершенно другое, там метод, который мы использовали, он такой, знаете, как бы комбинаторный получается, потому что это биографическое интервью, вроде как мы с человеком говорим про биографическое, но это не биографическое, потому что мы не можем, представьте биографию 100-летнего человека, самой нашей старшей респондентке было 103 года, вот можно было, в принципе, ну, столько же лет это исследовать, понимаете, поэтому, конечно, это было скорее местами глубинное интервью, местами фокусированное даже было интервью, местами биографическое интервью, но это такая полуструктурированная, даже не структурированная, абсолютно была беседа, поэтому здесь у нас есть комбинация методов, нужно понимать, что мы, какие выводы мы можем сделать, но выводы, которые мы сделали, мы искали лучшие практики, и мы их нашли, например, одна из лучших практик, она очень прекрасная, 99 лет, перелом шейки бедра, операция по замене сустава, человеку провели эту операцию по замене сустава в 99 лет, она теперь выходит из дома, у нее все хорошо, человек 89 лет, операция по замене сустава не была проведена, 11 лет человек сидит дома, в квартире без выхода, единственный человек, с которым он общается, ну, не человек, люди, да, это социальные работники, врачи, которые приходят домой, первая бабушка, у нее есть семья, которой очевидный ресурс, которая проплатила, быстро купила этот немецкий сустав, и ей провели операцию по квоте, вторая, у нее не было людей, которые могли ей помочь, да, которые выступили бы посредником в решении этой проблемы, и теперь она даже не может выбрать врача, который решит другие ее проблемы, влияющие на качество ее жизни, например, у нее проблемы со слухом, она не может подобрать слуховой аппарат, потому что это нужно делать в специализированном учреждении, ехать туда на обследование, она не может сама поехать туда на обследование. Другая бабушка, которая положительный пример в данном случае, да, общается по скайпу, ей 101 год сейчас, общается по скайпу со своими внуками в Америке. Вот, и очень интересно, я почему говорю про этих двух женщин, потому что у них исходные биографические подходы в данном случае, почему его правильно использовать, потому что опыт старения, он индивидуальный, и на наш взгляд, по крайней мере, да, на мой уж точно, он опосредован на той жизнью человека, и той биографии, тем багажом, который человек накопил к своему старшему возрасту, вот. Вот, и анализ нарративов биографического метода мы воспринимаем там жизненный опыт, знаете, как такой непрерывный процесс, а биография как некая такая социальная конструкция. И человек нам рассказывает свою историю жизненную, в этом своем нарративе рассказывает про себя и связь себя с обществом. Вот, ну, понятно, что в данном случае мы уделяли, там, вопросы задавали про социальную жизнь, про практики обнаружения барьеров, преодоления этих барьеров и так далее. Вот, ну, вот, как бы, как бы, вот, наверное, про эту часть все, но понятно, что очень многое зависит от наличия семьи. То есть у этих бабушек, у обеих все было одинаково, они даже, они даже обе работали преподавателями, что интересно, смотрите, да, преподавательская деятельность влияет на долголетие. Ну, конечно, мы не можем делать количественный вывод, да, экстраполировать его на беседе с двумя этими людьми. Вот, но у одной была семья, а у другой была репродуктивная травма. То есть она, у нее было много выкидышей, ни одного ребенка не выжила у нее, и она осталась без детей, и вот, как бы, это тоже сильно влияет. Но у нас были другие люди, у которых не было детей, женщины, и которые смогли преодолеть. Мы смотрим, за счет чего смогли преодолеть. И вот пытаемся вот эти вот моменты вынести на большое обсуждение, на большую публику, на широкую, вот, чтобы обнаружить, чтобы у всех было, как бы, было представление о том, что, ну, ничего не закончилось. Понятно, что бабушка, которая сидит дома, она даже не была дни на след на улице, она не знает, что продается в магазинах, она не может выбирать продукты питания, у нее нет никакой экономической независимости. То есть она даже не может элементарно выбирать, не знаю, что ей надо. Она не может завести себе домашнее животное, потому что социальный работник не покупает кошачий корм, да, у них как бы, ну, и так далее. Ну, то есть это, к сожалению, негативный пример. Ну, вот, при описании таких примеров, это очень, на мой взгляд, важно, иллюстрировать все это и об этом рассказывать. Поэтому я в том числе вам об этом рассказываю, потому что это важно. «Шарлотка – любимый пирог в нашем доме престарелых». Про «Шарлотку» малая история. Я проводила фокус-группу, но это не очень чистая фокус-группа с точки зрения метода, вот, это была, скорее, групповая дискуссия с приемными родителями в одной из областей в малом городе. И у них там есть своя группа приемных родителей, они это сделали крутой практикой, и у них прямо это здорово, брать детей, и они популярен... То есть это тоже хороший случай, потому что обычно к приемным родителям негативные отношения. Вот, я приехала туда, чтобы они мне рассказали о том, как они вот эту общность свою организовали, и как друг другу помогают, и как вообще взаимодействуют. Вот, и место единственное в том, в том вот этом, ну, в городе, там такой малый город, прям почти поселок, где мы смогли с ними встретиться, где был такой актовый зал, не занятый, это был детский сад. То есть вы представляете, я приезжаю на фокус-группу, и мы заходим в актовый зал детского сада. Там маленькие стульчики, маленькие столики, украшения про осень праздника, и они испекли шарлотку, которая пахла везде. То есть запах этой шарлотки был прекрасен. Вот иногда в таких условиях приходится проводить исследования. Нет, привет, правда, было прекрасно. Так, ну что, коллеги, все или еще есть вопросы? Я могу просто бесконечно рассказывать про какие-то исследования. Вопросов, по-моему, больше нет. Мы подумаем над темой, по которой хотели бы вас помучить, и обязательно еще позовем. Подумайте, потому что мне, конечно, я не очень люблю выступать в режиме, формате такой говорящей головы. Знаете, когда я там рассказываю, что у себя есть такие методы, есть такие, это не помогает нам вообще в решении проблем. Вот, реальные случаи из жизни, они помогают в решении проблем. Мы часто работаем с непрофессиональными исследовательскими командами. О, вот что я вам расскажу, чтобы у вас выросли крылья. Вот смотрите, вот ситуация. У нас пандемия, мы не можем, у нас карантин, мы не можем никуда ехать, но у нас есть определенные обязательства, которые мы обязаны выполнять перед заказчиком, перед нашим, которым является государство в данном случае. И у нас нет чрезвычайного положения в стране, мы не можем эти обнулить договоренности, поэтому так или иначе нам приходится это делать. Переносить исследовательскую ситуацию на неопределенное время поля, ну вот даже неизвестно сейчас, могли бы мы это поле делать или нет. Поэтому мы решили воспользоваться вот этим вот методом биографического интервью по переписке, ну потому что аналоги есть, Борис Докторов очень известный исследователь, но там вовлеченность и уровень мотивации респондента высок. Он является чаще всего профессиональным социологом, который умеет и знает, что такое интервью и как это давать. У нас была другая ситуация, мы должны были брать интервью у приемных родителей, и мы хотели с ними нарисовать такой портрет, знаете, хорошего приемного родителя, чтобы развеять миф о том, что они берут детей ради этих 8 тысяч, вот, что есть приемные родители, которые вкладывают детей, которые умеют конвертировать, там у них есть прям уже целая такая плеяда этих людей, и мы с ними вступили вот в такую вот переписку. Естественно, первый ком, точнее, делала я, он получился почти не комом, и я смотрю, что люди с такой вовлеченностью готовы писать нарративы. Конечно, они не так хорошо структурированы, как могли бы быть, и, конечно, они отличаются от спонтанной речи, которую человек, да, выдает в процессе интервью, но, тем не менее, это очень круто. И поскольку объем наших людей, которые мы должны были исследовать, был совершенно высок, мне надо было набирать команду. И в команду, в которой я проводила эти исследования, я взяла профессионального социолога и просто хорошую женщину старшего возраста, потому что мне сказали, что она классная. Это мама одной из наших коллег, которая потеряла работу в период пандемии, и я думаю, ну ладно, он там попробует списаться, в конце концов, две женщины, потому что я, конечно, против какой-то стереотипизации по возрасту, но у нас получается, что, к сожалению, если мы говорим про приемы детей, то мы чаще всего говорим с мамами, так же, как если мы говорим про детей инвалидов, то чаще всего мы говорим с мамами. И вот здесь была такая же ситуация, что мы говорили с мамами. И что вы думаете? Человек, профессионал, который имеет профессиональное социологическое образование, одного из лучших вузов Москвы, который имеет исследовательский опыт, больше там, не знаю, сколько лет, 15, наверное, лет у нее, не справился с этой работой. Он подошел к этой работе, не знаю почему, халатно, не халатно, серьезно, без души, короче. Вот, и интервью получились хуже, чем если бы я просто сделала, запрограммировала анкету, и мы рассылали бы онлайн опросы. А вот эта женщина прекрасная, которая бухгалтер по профессиональному образованию, которая осталась без работы, брала настолько потрясающее интервью биографическое, что теперь ее нарративы я нарезаю на техники, которые мы в дальнейшем будем использовать сами, и техники, которым я буду обучать людей, которые берут биографические интервью. У человека не проходило это обучение. Да, у меня дочка социолог, но, знаете, не все, у кого дочка социолог, умеют брать биографические интервью. Поэтому в данном случае человека просто, вот она это умеет делать от природы. И я уверена, что даже, объяснив некоторые принципы того, как это нужно делать, сделав некоторые, даже не то, чтобы замечание корректировки, вот, ну, она там тоже начала проценты считать, ну, понятно, да, какие-то такие вещи, которые процедурные, мы получили просто потрясающие, потрясающие результаты, которые вписываются в социологические исследования, не которые отвечают всем принципам проведения, методологическим и процедурным. Вот такой пример, и такие люди, я уверена, они есть, просто не все вовремя пошли учиться туда, куда хотели. Может, кому-то и не надо было учиться, потому что не всегда, что рассказывают, является ценностью. Вот. Пропустили один вопрос от Галины, вот она дублирует. Как исследовать у пожилых людей, есть ли у них интерес к самореализации в творчестве? Ну, спрашивайте их об этом, это с опросным методом абсолютно точно. Я уверена, что углубится биографическое интервью. Да, биографическое интервью – классный метод. И у пожилых людей вопрос к самореализации в творчестве. Вот я вам приведу пример исследований в Ивановской области, которые мы проводили, телефонные. Люди старшего возраста бывают разные. У кого-то есть мотивация, у кого-то нет мотивации. Это может быть связано и со стереотипами, которые есть в обществе, и с общей стигматизацией, когда вы приходите к врачу. Он говорит, а что вы хотели, вам уже столько лет. И у них, знаете, потихонечку падает мотивация на активное участие в жизни. А есть люди, которые активно самореализуются, активны в творчестве. Они есть разные. Если вы хотите понять, сколько людей какой категории, то нужно… Мы отдельные категории держим, да, а вот эти группы. Сколько из них готовы, сколько… Сколько них уже, точнее, да, активные самореализуются. Сколько из них готовы, но вот не уверены в себе. Сколько категорически нет. Надо проводить количественный опрос с репрезентативной выборкой в этом возрасте, задавать прицельные вопросы на вот это вот, да, то, что вы хотите измерить, и смотреть, какие категории. Можно регионально делать. Например, в одном регионе так выяснится, а в Дагестане по-другому, например. Или в Ингушетии в той же самой. Ну, в Ингушетии с телефонным опросом хуже, потому что там стационарных телефонов нет, и соотношение выборки будет немало. Ну, это технический вопрос. Это как раз опять вопрос выборки. Поэтому… Но вот мы, когда исследовали готовность людей к получению образования, они поняли, пришли к самому главному выводу, что готовность людей или, скажем так, присутствие старшего возраста в образовательных программах связано вовсе не со способностью старшего возраста обучаться. А чаще всего это отражает, скажем так, проблемы, да, вообще межпоколенной эмпатии, межпоколенного взаимодействия, то есть не решение проблем старшего возраста, и мы их исключаем сами из процесса образования. Это отражает наши социальные проблемы, а вовсе не их способность к обучению. Так, обещали рассказать о Гайде. Татьяна, что конкретно про Гайд вы хотите знать? Как его составлять и Гайд давать для какого интервью? Ну вот, в частности, меня интересуют гайды. Я начала составлять уже гайды по нашему социологическому исследованию в Севастополе. Мы готовимся к форуму «Социальный Севастополь». Вот почему хотели и опросы провести. И вот меня именно интересует, как правильно составить гайд, чтобы, ну, потому что от этого зависит, криво мы пойдем или прямо, или вообще провалится наша задумка. Если вы первые этим путем идете, то я вам абсолютно точно говорю, что в чем-то вы пойдете криво, и это неплохо. Нужно просто эксплицировать эти истории. Есть люди, которые профессионально занимаются составлением вопросов. Вот я сегодня приводила вам Нормана, Садман и Брэдман. Люди, которые профессионально имеют вообще в Америке такая интересная штука, они могут специализироваться на какой-то маленькой теме. Вот их тема маленькая, на которой они всю свою профессиональную деятельность специализируются, это как правильно задавать вопросы, выводы, к которым пришли эти люди, что нет хороших вопросов. Но любой вопрос, который был уже хотя бы раз задан, опробирован, лучше, чем вопрос, который не был задан ни разу. Значит, как мы составляем гайд в нашей исследовательской команде? Во-первых, мы его составляем в команде. То есть одна голова лучше, особенно если это головы, специализирующиеся хотя бы в чем-то, и особенно если они что-то знают про социальные исследования, или, допустим, про какую-то вот эту вот общность, которую вы хотите исследовать, это всегда лучше. Вам нужно обязательно операционализировать понятия. То есть если вы спрашиваете людей, допустим, про доступность медицинских услуг, то вы должны объяснить им, что вы спрашиваете конкретно. То есть вопрос, доступность медицинских услуг. Вот то, что мы хотим измерить, доступность медицинских услуг. Мы смотрим физическая доступность, то есть могут ли разные категории физически войти в поликлинику, В которой нет пандусов, в которой нет лифта. Если невролог принимает на третьем этаже в поликлинике нет лифта, человек, который не ходит или ходит с трудом, вряд ли сможет попасть к нему на прием. Мы смотрим, допустим, доступность профильных специалистов по месту жительства. Есть ли эти специалисты или нет этих специалистов? Мы смотрим на очереди, например. Сколько времени занимает у человека запись ко врачу, то есть с момента возникновения у него проблемы, как он маршрутизируется, через какое время он приходит к профильному специалисту. Вот это первые три Вопроса, которые если мы говорим про медицинские услуги Если мы говорим про дружбу То это вообще очень сложно операционализировать Что мы имеем ввиду? Если мы говорим, у вас тематика какая Исследовательская? Насколько люди знают Некоммерческие организации А, вот это НКО, да? Да И по волонтерству По деятельности Значит, первое, что вам нужно Конкретизировать, операционализировать Это понятие НКО и волонтерство Потому что в старшем поколении Слово волонтер знакомо не всем абсолютно точно Это базовое определение того, что вы имеете ввиду Кто такой волонтер Вот я бабушку через дорогу перевел Я волонтер или не волонтер? А я имею, допустим, карточку волонтера У меня есть, как он называется Удостоверение волонтера То есть С деятельностью без удостоверения Вот с получением удостоверения волонтера Я сейчас стала волонтером? Или я до этого тоже была волонтером? Понятно, да? То есть нам нужно понять Что конкретно в данном случае Мы хотим измерить И, конечно, что такое НКО То есть Когда иногда Вот беседуешь С теми же самыми студентами Например, да Я говорю, там, вот НКО Они меня смотрят Как на эти бараны на новые ворота А что такое НКО? И ты говоришь Ну, слушай, ну, не коммерческие организации Представляешь, приводить примеры А-а-а Мы не знаем, что это так называется Или там, дети с ОВЗ А кто такие? А что такое ОВЗ? Люди этого не знают Поэтому вам нужно гайд написать На языке Почему мы проходим Концептуализацию, операционализацию На языке, понятном Для исследуемой группы То есть вам нужно сделать Вопросы понятными для людей Более того Эти вопросы вам нужно С кем-то протестировать То есть Вы в гайде, грубо говоря Делаете блоки Конечно, должен быть Обязательно социально-демографический блок И ваше интервью будет Я правильно понимаю? То есть оно будет полуструктурировано Если мы говорим про гайд Или это будет анкета Или это будет интервью стандартизированное? Вообще-то мы предполагаем Что там у нас будет блок И Ничего не слышно К сожалению Татьяна, напишите Не слышно, к сожалению Анкеты Никто не слышу Возраст И так далее Ну, давайте я кратко скажу По примеру гайда То есть гайд Это то, что Мы делаем для полуструктурированного Там не структурированное интервью Если это будет интервью стандартизированное Чаще это называется, конечно, анкета И вот Гайд — это вопрос Который в основном открытый Который не имеет вариантов ответа Правильных и неправильных ответов Да, как мы любим говорить Вот Конечно Вот то, что вы перечисляете Там пол, возраст Это социально-демографические характеристики Они в принципе Нужны всегда и везде Вот Социально-демографические характеристики Мы измеряем И При гайде тоже Мы всегда еще пишем Кто провел интервью То есть Социально-демографические характеристики интервьюера Тоже имеет значение Я вам сказала Что это переменно может влиять Эффект интервьюера Это целое Поле исследований В социологии Так вот, и какие блоки? Обычно там два-три тематических блока по исследованным проблемам. Ну, допустим, у вас четко выходят два блока. Первый блок — это НКО, то есть первый социально-демографический, да? Первый блок — это НКО, второй блок — это волонтерство. Первый блок — это связанное про НКО, второй будет про волонтерство. Третий блок — нужен какой-нибудь, я не знаю, про проективные вопросы, на снятие напряжения, что-нибудь. Мы любим в конце задавать вопросы, типа, вот представьте, через пять лет, когда Севастополь станет прекрасным городом, что-нибудь такое, знаете, навесели, чтобы отключиться и выйти из ситуации взаимодействия. Вот, если мы говорим про анкету, там несколько, вот именно про формализованные методы, про структурированные методы, там немножко другая система. Я очень рекомендую эту работу доверить профессиональным социологам, и правда, потому что здесь риски в разы выше. Вы можете измерить вообще не то. Любимая ошибка — это делать вопросы по разным основаниям. Допустим, мы спрашиваем одновременно не, как вы относитесь, да, а что при этом чувствуете еще одновременно, как вы относитесь к президенту, какие эмоции он у вас вызывает, да, мне нравится, он красавчик, мне там не нравится, он красавчик. То есть перемешивается все вместе. Вопрос должен быть четким, да, вот, и мы должны конкретно понять, что мы в данном случае измеряем. Вопросы по разным основаниям — это когда вы в один вопрос пытаетесь запихнуть два измерения. Мы так тоже иногда делаем, но мы знаем, как это делать. Ну, точнее, мы знаем что-то не очень правильно делать, но не всегда мы можем задавать кучу вопросов, и мы понимаем, мы, точнее так, мы осознаем риски, мы на них осознанно идем, да, и мы можем потом отделить, где здесь и что. Вот, если вы хотите просто сделать анкету, там должны быть контрольные вопросы, вопросы должны дополнять друг друга, то есть это реально работа для профессионала все-таки. Гайд, особенно если мы говорим про неструктурированное интервью, особенно если вы сами являетесь экспертами, допустим, вы знаете и разбираетесь в этой теме, вы идете к другому эксперту. Конечно, лучше набросать список вопросов и круг обсуждаемых тем, но очень часто мы проводим экспертные разведывательные исследования, то есть я не очень разбираюсь в тематике, и мне нужно узнать. Я захожу с позиции чужака, я спрашиваю, как, почему? Ну, я такой метод использую, когда знаю тематику, но мне нужно понять, как человек об этом думает, то есть что он, да, какая эти номера. В данном случае даже не специалист может взять хорошее интервью, которое примут специалисты, как такое, знаете, отвечающее некоторым характеристикам. Я, конечно, понимаю, что очень много моих коллег, и я понимаю, что это тоже правильно, что если мы проводим социологические исследования, то, конечно, их нужно проводить по правилам социологическим, да. Но мы знаем, что вопрос бюджета — это очень серьезный вопрос, мы знаем, что такое НКО, и как вообще в нашей стране живется НКО, и если сейчас сказать то, что, окей, вы не социологи, вы не имеете права проводить социологические исследования, или не имеете права использовать социологическую методологию, это неправильно. Более того, социологи, в том числе я, прописываем максимально подробно процедуры, параметры, методологию, короче, опросов, чтобы она была доступна для других людей, чтобы вы могли проводить эти исследования с большей научной точностью, и чтобы был хоть какой-то, допустим, не знаю, не только польза. Иногда, знаете, и бывает и прирост научного знания, в том числе, когда исследование переходит в теоретическое, и с прикладного. Такие рекомендации НКО при написании социальных проектов, у которых нет профессионалов-социологов. Найти друзей-социологов. Я, правда, вам это очень сильно рекомендую. Если вы, опять же, смотря какой вы социолог, что конкретно вы хотите от социолога иметь, ой, от проекта иметь, то есть социальный проект — это очень широкая штука. То есть смотря, что вы хотите податься на тендер с этим проектом, или вы хотите этот проект кому-то заказать. То есть, ну, понятно, здесь могут быть разные истории. Вот, но знаете как? Есть любимые методы. Вот, правда, будем говорить на чистоту, да? И есть методы, в которых люди хорошо работают. Ну, вот я, допустим, знаю, что я не люблю метод наблюдения. Мне реально... Есть люди, которые гораздо лучше это делают. Вот, и пускай они этим занимаются. Если мне прям вот кровь из носа надо будет сделать, я, конечно, сделаю и смогу соблюсти все принципы, да? Я люблю метод интервью. Ну, вот люблю я интервью. Я люблю метод интервью с посиделками в какой-нибудь отдаленной деревне, с бабушкой на печке. Я прям люблю вот это. Вот, мне в этом кайф. Вот, поэтому, конечно, в данном случае я буду для себя выбирать те проекты, в которых те методы, которые я люблю. Поэтому, и этими методами можно совершенно разные вопросы решать, разные проблемы социальные решать. Поэтому, очень хорошие истории. Найдите хороший проект, хороший реализованный проект, открытый, который совпадает с вашей темой, с тем, что вы хотите сделать. Посмотрите, как они это делали и попытайтесь сделать то же самое. Это очень хорошая техника. Более того, есть люди, которые открыто об этом рассказывают, потому что очень часто, когда мы говорим про социальные проекты, про какие-то решения социальных проблем, социальные исследования при помощи НКО, люди об этом везде говорят открыто. То есть им как раз одна из целей часто бывает создать общественную дискуссию по этому вопросу. И данные часто бывают доступны. То есть можно прям посмотреть программу исследований, можно посмотреть, как они подавались на какой-то тендер, как они подавались на какую-то заявку. Но про заявки я говорить не буду, это вообще отдельная история, как на грант подаваться. И, как я говорила в самом начале, есть люди, которые прекрасно прописывают, проходят мимо, есть те, которые пишут полную и вообще просто дичь, но при этом выигрывают тендеры и проводят эти исследования. Поэтому для себя, мне кажется, это самый лучший способ. Учитесь у тех, кто делает хорошо. И находите себе дружественного социолога, потому что социальное волонтерство научное у социологов тоже распространено. У нас есть проекты, в которых мы участвуем в качестве консультантов. Понятное дело, что это не бесконечный ресурс, но вот в этом году у меня таких два проекта уже есть, в котором мы не за деньги работаем, а работаем просто потому, что мы считаем, что это важно. Потому что это социально значимая тема, потому что мы растим наших детей в этой стране и хотим, чтобы эти вопросы решались. Поэтому я всегда в этом случае говорю о том, что есть дружественные социологи, есть не только бизнес, и всегда можно найти людей, которые вам помогут что-то решить. Можно и вырастить такого человека в своей команде. И вообще коллег много есть, есть люди, которые в НКО дружат, есть, не знаю, разные курсы для того, как писать заявки в НКО и так далее и тому подобное. Мы включили блоки выявления общей осведомленности, выявления социальной проблематики. Это вот, я, конечно, не очень люблю критиковать. Так, ага. Если не критикуйте, мы в начальной стадии. Нет, просто понимаете, блок выявления общей осведомленности, он не очень конкретный. То есть понятно, что вы хотите спросить человека, знает он или не знает, да, наличие НКО в городе. Ну, как бы, что такое общая осведомленность? Ну, это очень общие слова. Социальная проблематика. Вот социальная проблематика — это все. То есть основные, самые острые темы, которые возникают у человека, самые, на его взгляд, волнующие его социальные проблемы, которые он наблюдает у себя в городе. То есть что вы хотите это? Ожидание в решении социальных проблем. Ожидание от кого? От государства, от общества. Ожидание от, не знаю, Вселенной, что она сама по себе как-то рассосется. Вот. Целесообразность, вовлечение общественности. Это, я так понимаю, что как раз про волонтерство идет. У нас здесь как раз мы, это вот блок, а потом уже идет. Считаете ли вы, что добровольчество, волонтерство должно получить всяческую поддержку со стороны государственных структур, бизнес-структур, общественности и так далее? То есть мы как бы, помимо того, что вот блок, потом мы идем и расшифровываем какие вопросы. Да, извините, я слышала, что вы говорили. Смотрите, очень много вопросов для одного гайда, абсолютно точно. То есть вы хотите очень много всего узнать и, скорее всего, ничего не узнаете точно. Потому что вы узнаете немножко об одном, немножечко о другом, немножечко о третьем. А как это свести, какие-то выводы сделать, будет очень тяжело. Поэтому, конечно, я рекомендую уменьшить количество блоков. Потому что, понимаете, лишение социальных проблем и вообще наличие в городе НКО, который эти проблемы могут решить. То есть я понимаю, что вы хотите сделать вот так давайте. Я понимаю, что вы хотите узнать, какие сложности есть, как эти сложности можно, проблемы, как эти проблемы можно решить. И в том числе знают люди, что эти проблемы может решать НКО. Но это очень много для одного человека. Это очень много здесь. И более того, есть момент такой, что можно навязать позицию человеку, можно создать такие условия, такой контекст беседы, в которой вы не сможете чисто измерить то, что хотите измерить. Но что еще здесь важно? Средсообразность вовлечения общественности. Ну вот тут всегда сложно, понимаете. Я вам, правда, рекомендую привлечь в команду кого-то. Вот это правда. И обсуждать это все. Потому что, может быть, там и нормально. Может, просто название блоков такие обо всем. Может, вопросы будут совершенно конкретные. Но, опять же, нам нужно понимать, что вы конкретно измеряете. И вы не сможете сказать, допустим, побеседовав с человеком о малой части проблем, что вы вывели все проблемы. То есть вот это надо понимать, да? В количественном исследовании мы можем что-то говорить про всех. В качественном нет. Хотя в качественном исследовании мы можем найти те проблемы, которые в количественном мы даже не догадываемся. То есть мы, допустим, знаем, что есть такая проблема. А мы идем и беседуем с людьми о других проблемах. И еще одну проблему находим. И еще одну проблему находим. И еще одну. Потом мы эти проблемы упаковываем и проводим количественный опрос. Мы в количественных опросах делаем расшифровки разговоров с людьми и смотрим их аргументацию ответов на вопросы. Например, если у нас какой-то ответ на вопрос занимает аномальную длительность, ну, в среднем, у нас там 50 вопросов, а ответ на вопрос занимает, на 15 вопрос, ответ занимает в среднем 6 секунд, а мы смотрим у кого-то 60, мы начинаем прослушивать, что там произошло. Вот это про микс-метри, что произошло, почему человек, он мог выйти и сказать, ой, извините, у меня там суп, пойду помешаю, да, положить трубку на время и помешать суп, а могла сказать, ой, вы знаете, вот вы как раз задали вопрос, вот я только вчера ходил ко врачу, и что вы думаете, вот вы говорите там про доступность, я к ней прихожу, говорю, слушай, у меня болит голова, она мне говорит, ну тебе столько лет, я говорю, нет, слушай, у меня все равно болит голова, мне столько лет уже не первый день, никогда не болело. И человек нам может дать целый, целый кейс, понимаете, целую ситуацию. Вот, в некоторых исследованиях мы спрашиваем в конце, готовы ли вы принять еще раз участие в более подробной беседе. И вот, к сожалению, у нас был один тяжелый проект такой, точнее, к счастью, для проекта, к сожалению, тяжело просто было это работать. Мы так отбирали, потому что мы не знаем, какой уровень инвалидизации в стране, мы не знаем, какой высокий уровень ограничений, то есть наличие инвалидности не говорит об ограничении в жизни человека, есть они или нет. И вот мы таким вот образом отбирали себе людей для следующего этапа, для конкретной беседы. Мы нашли такие интересные кейсы, но они все были, конечно, тяжелые, потому что там в основном были мамы неизлечимо больных детей, и вот те, которые были готовы с нами беседовать дальше, это прям вот так. Мы бы никаким образом вообще к ним не достучались. Это люди, которые живут в селах, у которых там лежачий человек находится дома. И когда мы спрашиваем, есть ли в вашем доме стиральная машина, а у них туалет на улице, который недоступен для них, потому что они не могут выйти на улицу физически, понимаете, а мы измеряем уровень дохода при наличии там посудомоечной машины и машины и прочее. Вот. Наверное, все. У нас уже и время запланировано. Спасибо вам большое. Да. Спасибо вам, Анна, большое за такую интересную беседу. У нас к концу мероприятия еще больше 20 участников, что говорит о том, что всем было действительно очень полезно и важно. Я рада. Я рада. Я от себя вам всем желаю огромных успехов в том нелегком деле, которое вы делаете. Я желаю вам коллег-профессионалов, сотрудничества разных организаций исследовательских, государственных различных организаций и также людей, с которыми вы непосредственно взаимодействуете. Потому что отчуждение, которое есть, к сожалению, с которым мы все сталкиваемся, очень часто нам мешает исследование проводить, а уровень недоверия людей к исследованиям и социологическим в том числе, а точнее в первую очередь. Вы как раз как НКО, вот я вам дам последний лайфхак, как НКО, представляя интересы некоммерческих организаций, не имея государственной афилиации, вы очень часто с человеком из социально уязвимой группы можете иметь гораздо более высокий уровень доверия, чем мы, чем исследовательские организации, которые воспринимают как акулы, знаете, такие. Поэтому у вас и цели благие чаще всего, и люди на сотрудничество гораздо лучше идут. Все, спасибо вам большое. Спасибо большое и спасибо всем нашим участникам. Остаемся на связи. До свидания, ждем на других мероприятиях.